Для тех, кто смотрит в записи, это тринадцатая часть Тирани. Возможно, сегодня мы добьем игру, потому что осталось, по ощущению, не так долго. Прошлая двенадцатая часть закончилась любопытнейшим решением Кайроса, которое заключается в том, что должен остаться в этих землях только один Архонт. И их не так много, их там пять человек. Ну, одна серия у нас в теме, мы с ней сражаться не будем, судя по всему. А вот Голоса Нерата, Эш, Бледен Марк и кто-то был еще из доступных. Вот с ними, возможно, придется конфликтовать. Голоса Нерата были повержены в конце прошлой трансляции. Не без проблем. Сейчас как раз я хочу исправить недостаток. Не хватало точности, колоссально не хватало точности. Поэтому я делаю альтернативный электрошок с меткой, если получится ее вообще в электрошок поставить. Да, получится. Беру заклинание с хорошим рейнджом, школу с максимальным навыком, потому что даже поставить метку не всегда получится. Более того, увеличиваю точность специально, увеличиваю эффект, собственно, от метки. Да ладно, эффект от метки не будет? Эффект от метки не увеличивается. Длительность, наверное, метки увеличиваем до 32. Да ладно, должно работать. Не, метка это просто метка. На 20 пунктов фикс. То есть мне, по сути, нужно сделать длительность. Возможно, сделать какое-то упреждение. КД снижать у этого заклинания смысла нет, потому что перезарядка 38 и длится 38. Можно сделать переход на несколько целей. В общем-то, неплохая вещь. Если босс будет не один. Урон не нужен. Рейндж особо тоже не нужен. Хотя, сколько там? 8-14. 14. Неплохо. Но 8 это очень хорошо. Пробивание брони восьмерка не нужна. Можно сделать упреждение действий. Сильное. Давай делаем упреждение. Ну и пусть она перескакивает, по крайней мере, на второго противника. Назначаем вместо вот этого, вот этой вот штуки. Только я буду путать, конечно. Надо этот электрошок альтернативный поставить в... Хотя, нет, не буду путать, потому что у меня электрошок выставлен правильный. Привет, чатику. Приветствую вас. Сейчас хочу докачать до 22-21 двух магов. Лантри и Повелителя Огня, нашего главного героя. При этом... Сразу после этого повысить им по пятерочке знаний еще дополнительно. Так, а ты кто вообще такой? Зверолюд. Альфа умирает, а люди из стая убегают. Значит, Зверолюд может догнать и убивать, да? Что? Какое-то неадекватное. Откуда он вообще появился, этот Зверолюд? Мне сейчас нужно к опальным пойти. Смотрите, отправиться в железный очаг и атаковать силы опальных. То есть там Грэва наш вообще будет. Зверолюдка Мистик. Тут как будто... Большая часть хора уже ушла. Не понадобилось много времени, чтобы знать, кто собирается оказаться на верхушке. Щепка, давай поговорим. Да, не рад, а убили. Никогда еще не видел лагерь таким мертвым. Он оборачивается изношенным куском... Оборачивает изношенным куском парусины несколько клинков с деревянными рукоятками и бросает сверток в ящик своих ног. По беспорядку очевидно, что он сворачивает лавку. Но теперь, когда голоса замолк, как может хор галдеть и дальше? Хороший вопрос. Куда ты отправишься? Что будешь делать? Я не могу вернуться домой в лазурь. Там меня разыскивают. Мы с Щепкой практически не пересекались. Поэтому... Дальнейшая судьба Щепки мне особо не интересна. Не, на письмо, блин, Марку не хочется отвечать. Мне сказали, я этого не делал. Я не делаю все. Член Орды. И у них какой-то порядок установился. Спокойствие. Перерезали мы тут большую часть из тех, кто был. Вот, собственно, тут. И поуспокоились все. Так. Да ладно, то есть в горный шпиль нужно возвращаться? Нет. Железный очаг, пожалуйста. Но меня же кто-то в горном шпиле ждет, судя по всему. Я не хочу туда идти пока. Железный очаг. Надо добить левел перед боем. И повысить обязательно уровень. И прокачать знания обязательно. Возможно, да и невозможно, а точно. Зайти еще в кузню. Сделать ревизию тех доспехов, которые есть. И, возможно, прогрейдить что-то. Щит, к сожалению, сирен никак. Шлем уже тоже на максимум доспех нельзя. Может, там доспех какой-то альтернативный. Одержать победу над силами Грейвена Аш. Написано Аше. Я в самом начале тоже говорил Аше, Аше. Но в английском варианте это Эш. Ну, пепел. Ну, можно Аше, наверное, говорить. Так, а это что у тебя вообще? Почему заряженный кулак на пятерке? У всех на пятерке нет. Только у тебя он на четверке. Вот безобразие какое. Не, бобер пусть подбегает тоже. Вижу трех-четырех людей. К сожалению, сбились почему-то. Хотя нет, не сбились. Просто танк же тоже не с команд. Взрываемся, нанося какой-то... Они оглушаются. Наносим... Сразу какой-никакой урон. Можно, конечно, было с метки начинать, но это не принципиально. Сейчас маги правят балом. Они наносят колоссальный урон, давит великолепный контроль. Благодаря сигилам разным. Сочетанию этих сигилов и... Ну, их не убить просто. Их уже убить практически нереально. То есть, они наносят уроны. Убить-то их можно. Но есть же еще танк. Кстати, нужно песенки посмотреть у сигил. Ой, в смысле у сигил. У... Сирин. Сигил. Сигил, Сирин. Посмотреть, что можно ей на бафы, а не на защиту дать. В частности, на меткость. На меткость. Потому что прошлый босс оказался вообще непрост. Точность, магический урон. Стойкость передвижения. Скорость передвижения, время восстановления, точность. То вроде топовые стоят на точность. Там другие, более низкого уровня, плюс дебафы на противников. Пожалуй, лучше я не найду. Так, следующая группа. Бегун, каменный щит, железный ходок. Поехали. Ой, там дорога, конечно, больше значительно. Скаловержец еще. Еще не откатились некоторые навыки, и это косяк. Но ничего. Танк забегает. Бобер пробует забежать. И подождать, пока там его... Я не вижу, кто кого. Наверное, вот так нужно. Не, подожду лучше. Я лучше подожду. Вот, уже... КД закончился. Дальше продолжаем рикошетными, могильным светом с чистым уроном, в зависимости от недостающего хп, бомбить. Тут можно так сделать, конечно. Пошел взрыв каосу. Пошли рикошеты. Тут, наверное, стоит сделать вот так, на четырех. Так, ты тоже у нас... Да я покажу чуть поближе. Заморожены, огнешены, пролизованы, умирают очень быстро люди. Добавляем их к знаниям. Вижу, что идет потихонечку опыт. Что, конечно, тоже замечательно. Подбегает так, подбегает так. Там уже не так много осталось... Заклинаний. Которые чистый урон наносит из нормальной мауе. Хотя вот бобер пришел в себя. Он сейчас электрошоком отскакивающим тоже может. О, сбивание снова. Атли... Не был сбит. Да, паралич лучше на свой буря. Сейчас пацаны потихонечку встанут и девчонки. И снова. Вот, остался всего один. Очень шустро умирают. Но, опять же, повторюсь, это... Найдена была... Ну, такие сигилы мне просто дают, и все. Ничего не сделать. Я бы рад, но... Ничего не сделать. Сумасшедший. Сумасшедший просто урон заходит. Эй, а че не попадаем, ребята? Вроде 85, вроде там хорошая точность. Мрамор говорит, у тебя бана тоже не работает. Ты знаешь, что я о тебе думаю? Мрамор, я не знаю. Баны... Наверное, что-то работает, что-то не работает. А думай, ты можешь все, что хочешь. Высказывать это публично, конечно, рискованно весьма. Потому что ты можешь нарушить правила. Абсолютно нет. Сына. Вот, но ты это... Опять же, ты тоже можешь сделать... Логический посох. Управление жизнью. Здоровья прибавляет каждая... Здоровья фигня, а вот управление жизнью, может быть, и стоит. Ну, берем, конечно же, нашему замечательному, замечательному магу и волшебнику. У него, правда, дегерок. Дегерок я брал только для того, чтобы апнуть за щитой. Ну, чтобы щит был. Но управление жизнью... Там есть некоторые хорошие вещи в управлении жизнью. Возможно, стоит провести будет ревизию и по заклинаниям саппорта. Перед тем, как пойти на босса. Ооо, стойкость. Стойкость не так нужна, на самом деле. Я бобру буду, наверное, стойкость повышать. Ну, это защита от магии по воле, по выносливости. Не совсем то, что нужно. На двоечку все резисты подняли. Так, тут можно сделать привал. То есть, скоро может быть уже... Грейвенаж. Но рановато, он, скорее всего, внутри находится где-то. Я уже близок к левелапам. Танк рвется вперед. За ним бежит бобер. Пацаны дают контролем. Девчонки тоже. Достаю. Ну, почти. Лучше сделать так. Хорошо. Ну, и самое главное, не столько контроль. Потому что контроль дает и оглушение электрошоком. Сколько нанесения первичного урона, собственно, для разгона... Другими заклинаниями. Я бы, наверное, еще грозой прошелся тут. Тоже для урона. Потому что... Потому что нужно хоть какое-то количество хп снять. Перед тем, как начнет эффективно работать чистый урон по... Так, гроза пошла. Гроза пошла. Давай так. Ой, я, кажется, не декастовал. Подругой той. Беда. Так, пошла гроза. Здесь можно... Еще электрошока. Хотя все оглушены уже от грозы. Кто-то приходит в себя, но умирает. Довольно бы... Остался один после всех этих... Просто там полудюжины заклинаний, остался только один. Дать бой Гревен ОАЖ. А я не готов. Я хотел левелапы, блин, получить. Неужели... Идти без этого так не хочется. Ну, потому что... Потому что близок я. Может, найдем еще кого-то? В лагере. В лагере. В лагере. Ой, вижу, кто-то есть. Там... Нет, Гревен... Да-да-да, вот этой группы может хватить. Можно, знаете, что попробовать сделать? Не убивать их быстро, а просто массой разных разноплановых заклинаний их поконтролить. Ну что ж, дают за применение, насколько я понимаю. Не могу ошибаться. Если ты бобер... Да, давайте накину защиту для начала. Потом там хоть могила свет. На разогрев. Потом бобер... Ну, ясно, бобер вообще не готов. Давай на себя дефт играть. Нужен контроль. Давай реген... Реген жизни сделаем. Явно нужен. А, три карты. Можем бессмертного поставить. Да ладно, товарищ. Могильный свет влетел. Метка с попаданием. В первую очередь, кастую лантри, потому что он... Ему сложнее всего будет из остальных. А, и он паралич схватил. Ну, бас. Очень хороший контроль. Оглушение на четверых. Прям мух. Прекрасно. Так, атлиат, 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 атли... Что, к решению? Или дают ему все-таки опыт? Я вот не знаю. Ну, пока ничего не дает, не тролизован. Причем, надолго тролизован. Да, взрыв. Ладно, хрен с тобой. Опять паралич. Бобер фактически получил. Нужный уровень уже. Да, бобер левел ап. 21-й. 21-й бобер. Добрый вечер, Олекс Лютер. Может спокойно идти, аж самый слабый из архонтов. Да дело не в этом. Я просто не хочу лишнего экспы получать. Я хочу знание повысить, пока не забыл. Пока не пропустил. Я тут для сейва качал хп, конечно. Но эти точно не нужно. Это и так бафается. Конским образом. Да, пожалуй, хп это единственный толковый вариант. Тут вся ветка лидерства завернула. То есть нужные вещи в лидерстве мне я уже взял. Мне бы что-нибудь такое пассивно полезное. Что-нибудь такое снижающее, негативные эффекты, дающее какую-то дополнительную защиту, чтобы не надо было еще при этом что-то... О, пассивно. При попадании оружием, конечно. Еще с посоха урон. Нет, кажется, нет ничего. Выпады это все делать не буду. Можно взять что-нибудь пассивное из лидерства, но не очень полезное. Или, например, взять перемену мест. О, вот еще не стоит забывать про призыв к бою. Хорошая обилка, дающая живущую смекалку силу. И желательно это давать... А нет, у меня человека нормального, которому можно давать танку только. Можно волю командира взять. Урон даст на полминуты. Хорошая вещь. Давай. Большинство обилок все равно не используется. Потому что есть более эффективные вещи. Вот в чем дело. Не потому что они плохи... Ну, да, они как бы в сравнении, да, плохие получаются, но... Раньше они были очень хорошие. Не заморачиваемся с танком. Давай, Атли, еще рану получил. Атли, давай ты все-таки... Попробуешь попасть, попробуешь добиться. Попробовал. Получил при этом еще. Что же ты хочешь. Так, управление жизнью получил бонус. Может, ему тогда... ХП проще качать по навыкам. Пусть терпит. Сейчас мы одного хотя бы приговорим. С вертушки там Атли убивают. С ног сбивают. Все. Давай-ка поднимем его. Упыряй этого. А, он просто сбит с ног. А вот сейчас можно поднять. Подняли. Ну, пусть учится, е-мое. Пусть учится. Даже пусть выпьет бутылек, чтобы лучше работать. Парализует. Парализует. Проводилась. Да. Да, конечно. Да, у него просто... Он не пробивает по воле. У них хорошие... Защиты. Ну, не против. Тебе против молдов. Давай, конечно. Атли, ну давай. Не подводи меня. Прошу тебя. Давай еще вот так вот сделай. Кастуй. Просто кастуй пока, молодой. Это живой. Добью верхнего Атли. Представление. Молодец. Да, да, да. Все вот это вот... Вот так вот защиты закинет. Дальше снова вот себе великое обновление делай. У них хоть ран, а мы уже... Не совсем. Скорее, не живой, чем живой. Что, не мотал у тебя, что ли? Понятно. От негативных эффектов будем избавляться. Это было в предметах у кого-то. Но уже получается не у бобра. Вот взрыв путаницы, кстати. Давай ошеломление сделать. Это мечи, который новый пришел. И верхний тоже умирать, кажется, не собирается. Так, тут в основлениях КП. Ну, хоть верхнего добей, прошу тебя. Все, пошел сейчас реген. Здоровья, хороший. Защита у него повесим. Ну, пусть терпит. У меня есть. Так, теперь давай. Что ты можешь? 20%! Офигеть! 10%! Прекрасно! Лечи себя, ну бас. Извините, я не могу сделать это. Глядишь, жизни повысит. Промогу жизни. Что я хочу? Ну, кажется, не справляется он. Увы. И вот там с вертушки убирают, сбивают с ног. Эй! Никто не видел этого, да? Конечно, никто не видел. Как он не доделал этого несчастного. Вставай, тряпка! Ну, наконец-то. Ранее записи. Лечи опять, вдруг получится. У него же ран 5 и половина жизни, и в 100%, соответственно. Ну, ты такой не очень. Атли, это весталка этой игры. ДД все были весталками, а тут... Не совсем. Атли, это... Она, наоборот, могильным светом управляет. То есть, весталка, чисто хилер, это вот как раз Лантри, а не Атли. Их можно перепутать. Бедолага, он не справится, по сути. Ну, видно, что не справится. Который раз уже... Там прокидывают. Ладно, давайте дадим последний шанс ему. Аман. Сейчас как встанет, как скастует еще разок. Управление жизнью. Вставай! Вставай! Держись, упырь. Лечись. Все, уже переключились на другого. Понял, чувак, что как бы убить этого товарища. Управление жизнью есть еще единичка. Осталось только добиться. Да, но у него все равно видно. Грибочек полезная штука. Это скидываем. О, у нас же еще был сделан, насколько я помню, этот... Ботиночки специальные для танка, для нашего, помните? Да, за ботинками надо еще в кузню сходить. Может, мне в шпиль дадут еще опыт. Там, побежали. Грейвену аж не идем пока. Привет. Так, а возможно, остается получишь никому другому передану. А, это по поводу партнерки. Это сложный вопрос. Надо узнать для начала, будет ли кто-то из победителей отказываться от нулевой партнерки. Так. Тут некоторые места вообще закрыты. Наверное, забьем на повышение левела Атли. Просто повысим знание бобром. Возьмем сейчас какой-нибудь девайс, попытаемся усовершенствовать еще что-нибудь. Желательно танку, конечно, усовершенствовать, потому что главный бонус, который получается, это дополнительная броня и прочее. Так, закончил, что обещал трудиться. Это и всякие слитки берем. Так, мне ничего не нужно, я же могу сам апгрейдить. Как? Стоп, подожди, подожди. Еще не сделали. А как посмотреть? Маркет Фаур активировал премию на ваш канал. Спасибо тебе за активацию. Тренировочная площадка. Кузня, вот, зачарованные суконные. Время долго. Ладно, долго и нет, не страшно. Давай прямо здесь привал сделаем, на всякий случай. Я понимаю, что лучше отдохнуть в этой. А сейчас сколько? Да, проще метнуться куда-нибудь в регион подальше. А, конечно, подальше. День, 15 часов. Давай в какафонию. Какафония! Мактфуа, спасибо за активацию према. Сегодня товарищам со стрим-марафона с 4 по 10 выдали премы личные, которые там тысячу премов в общей сложности раздали. Сразу вопросы там начались странные. Куда поделилась опция только звук? Убрали. Убрали, потому что не пользовался на популярность, но ввиду последнего фидбэка от левых товарищей, типа она им нужна, мы допускаем, что мы ее можем вернуть. Если технически не будет сложностей, с этим могут быть проблемы, потому что все-таки мы успели много всего наворотить. Интересно. Все уже сделано. Возвращаемся в кузне. Из последнего повторюсь, что хорошее такое и быстрое было сделано. Это 3 мегабита на высоком качестве. Теперь качество лучше на высоком. Лучше, чем раньше. Мы не левые, да? Да, мы уже не левые. Там все разобрали на задачи, что тоже успели. Я хочу... Ты закончил ковать? Есть, вот они. Так. Броня минус, но еще можно же сделать. Отражение, восстановление, защита при выходе из боя. Что-то какие-то пока стрёмные туфли, но я надеюсь, что их можно будет улучшить. И ничего тебе не нужно. Давай. Надеюсь. Надеюсь. Там искусность, защита магии 10%, что немаловажно, конечно. 94 сразу становится. Но и можно улучшить еще. Увеличивается только один раз, и то отражение, защита... Выходы из боя. Невозможно улучшить. Перчаточки можно взять, улучшить. Наручи выдающегося качества. Сколько стоит? Слитки, да? Броня хорошая, рубящая и разъедающая. И, в принципе, броня появится. Ну, увеличится 0,5. Поэтому ап. Раз. Один разок, да? Такие вещи... А, тринги, кстати, тоже можно улучшать. Некоторые, по крайней мере. Хотя нет, пишется, что нет. Сейчас пробегусь по предметам. Лучше броньку. Ой, как хорошо апнется броня. 7 шкур. Правда, нет нифига их. Эх! Ладно. Получается так. Теперь я за знаниями пойду. Бобру, по крайней мере, в лазарете. Лазарете, Карл! Надо было там, кстати, и пока был в том шпиле. Прогреть знания. А, театральный режим, да, обновился. Очень хорошая там фича, что можно, во-первых, в театральном режиме скрывать чат. Во-вторых, можно менять размер чата. И там очень удобная штука по интерфейсу, что подсвечивается, как ты масштабируешь его. Там без... Очень плавненько, как хорошо вы должны заценить. Вы обязаны просто заценить. О-о-о! Тут накрафтили всего. Вот это вот, подруга, потренироваться. Да. Вот, Бобер, знания. 130. Раз, два, три, четыре, пять. То же самое я хотел для... А, ну, Атли, кстати. Раз, два, три, четыре, пять. Уже хорошо. Питок знаний туда-туда. В результате 204 знаний у Бобра. 204. Пробегаемся по ключевым. Шаровая молния. У нас она установлена на оглушение. Шаровая молния. Оглушение. Можно еще добавить... Ой, ё-моё. Упреждение какое-нибудь. Нет, скорее рейндж, он подешевле. Поехали. Это раз. Дальше. Заряженный кулак. Это фигня, насколько я понимаю. Но она без рикошета. Но хороший урон наносит. Пробивание брони особо не нужно. Но мне больше нечего тут брать, кроме пробивания брони. Даже КД неполный. Обновляем 2. Воспламенение. Это интереснее. Потому что воспламенение можно увеличить, по крайней мере, зону АОЕ. Чтобы угол конуса был шире. Готово. Электрошок с меткой. Электрошок с меткой. Длительность не нужна. Перескок второй. Перескок второй. На 4 цели метку будет ставить. Это очень важная штука, особенно на боссов. Дальше призрачная стрела с максимальным отскоком. Но. Что-то мне здесь не нравится. Точность, наверное, стоит апнуть. Потому что, опять же, по точности мы просаживались. Точность, в принципе, можно сильно апнуть. Плюс 45. Это очень хорошая штука. Даже, наверное, против боссов стоит снизить отскок. Или даже КД. 220. Не, давай базовую меткость. Но зато КД поменьше. Есть куда здесь стремиться еще. Свет Тератуса нуждается в... Возможно, меткости. И, возможно, в КД. Гроза у нас чисто на контроль. Хорошие АОЕ. Можно сделать упреждение еще. Хотя оглушение и так есть. Пробивания брони нет. Наверное, КД я буду снижать. Сильно. Могильная хватка. 165. Точность. И перезарядку. 200. Как хорошо заходит. Огненные снаряды. Это что вообще? Что огненные снаряды мне делают? А, типа, кучно все, да? Кучно все. Максимальный тогда урон. И... Сплэш бы добавить. Каждого из взрывов обновляем. И вот электрошок, который ходовой самый. С максимальным рикошетом, с максимальным уроном. И, по сути, с точностью повыше. Все, бобер готов. Бобер готов. У этой подруги... Гроза на АОЕ и, наверное, Е. Уменьшение рейнджа. А, метка тоже есть. Но ей метку не стоит ставить. Слушайте, ну... Пас... Кажется, что работает решающий удар. Давайте попробуем тогда в грозу. А, у нее 162 вообще. Бедолага. Она не умеет. Она не умеет. Зачем гроза тебя? Для оглушения. Тогда меткость. И... И контроль. Да? Да. Большая площадь. Больший сплэш. Повыше точность. Но я все равно накидываю 190. Я не знаю, что со мной. Я ориентируюсь на бобра. А на бобра равняться АТЛЕ нельзя. Пусть будет просто повыше точность. Обновили. Призрачная стрела с дополнительным отскоком. Или все-таки против босса повысить точность? Повысить точность против босса. Двойной отскок вполне достаточно. Свет Тератуса. Аналогичный, я считаю. Надо апнуть точность. Электрошок. Аналогичный. Можно сделать еще снижение с КД. Исцеляющее касание есть. На соточку. Причем исцеляющее касание можно еще время восстановления. И снижение КД. Можно даже увеличить рейндж, но убрать точность. Да. Вариативность, конечно, масса. Просто масса. Могильная хватка. Максимальный урон. Добавить точность еще. Просто... А это что такое? Зачем тебе окненные снаряды, скажи мне? Вот зачем? Типа, потому что можешь. Снижение радиуса. Это на босса не подойдет. Это если брать то с контролем. То есть, опять же, с каким-то контролем, оглушением, например. Или с дебафом на время восстановления. Это на себя ты сделаешь. И то на 10 секунд. Возморозка волшебный огонь. И поправим еще АУЕ точечно. Воспламенение. Тоже увеличиваем точность, как минимум. И... А до урона дойдем? Дойдем. Максимальный урон. Заряженный кулак. Точно. Точность. И, наверное, я попробую еще больше точности. 162. Не дотягиваюсь. Так ты можешь, учитывая дальность... А, 4 метра мне дальность нужна. Давай, как-то так. Обновили. Так. Этот тоже готов. Остался только лантрий. У лантри есть исцеляющее касание с отличным бафом. Которому не нужна точность. Можно увеличить только рейндж. Обновили. 145. Точность. 150. Уменьшаю количество. Не дотягиваюсь я до перезарядки, к сожалению. Дистанция. Дистанция, дистанция. Может так? Давай так. Электрошок. Опять же точность. Опять не дотягиваюсь. Уменьшаю рейндж. И как раз вот здесь вот лучше оставить рейндж, но чуть-чуть уменьшить. Потому что это ауешная штука, которая помогает. Аура лечения. Вот ауру лечения. Можем ли мы как-то... Бесконечный всплеск. Время восстановления. Во, хорошая тема. То есть время восстановления... Это фактически... Вы не просто будете лечить союзников. А, грибов плюс 20 к знаниям. Грибы есть, кстати. Грибы есть. Можно сделать какое-то убер вообще заклинание. Хотя бы одному из... Что мне вообще лень заморачиваться с этими. Но грибочков поесть хотя бы одним. Грибы на знании есть. Я же их не жру. Понимаете? Они у меня точно имеются. Это не те грибы? Воскрешение при... Нет, нет, нет. Не вижу. Ну, в стэше скорее всего. Их можно и купить, в общем-то. Это они. Да, знанием. 25 к знаниям. Парочка грибов. Ну, закидываемся, да? Оп. То есть знание можно накидывать... В смысле в... Можно, используя то, что 235 сейчас знаний, сформировать заклинания и пользоваться ими после окончания эффекта грибов. Это круто. Ладно. Тогда новый уровень фактически. Они, к сожалению, не стакаются друг с дружкой. 225. Точность повышаем. Бобер не будет мазать вообще. Он вообще не будет мазать. 230. Я главным образом сейчас должен вытягивать, выправлять точность. 245. Почти, почти! Но не совсем. 235. Давай. Электрошок. Электрошок с меткой. Обязательно ставите. 230. Да, это другой уровень вообще. Призрачная стрела тоже. 230. Свет Таратуса тоже. Кстати, можно еще на десяточку кд снять. 235 знаний. Может быть и больше, конечно. Так, гроза. Гроза у нас чисто на контроль. Да? Но кто мешает так сделать? Кто мешает чуть урон поднять? Никто вообще не мешает. Могильная хватка. Точность. Плюс 60. Он не будет мазать практически. То есть даже по боссу он не будет мазать. И это прекрасно. И главное метку обновить. Электрошок. А, метку обновили. Электрошок это другой уже. Тоже точно ставили. Все, больше грибов я жрать не буду, с вашего позволения. А, ты во втором шпиле был с закрытыми ключами? Там же вроде... Нет, я там не был. О, реально, точно. Шпиль заката. Все еще там две комнаты есть внизу. Точно. Я ж туда собирался. Не было ключей, но ключи я нашел. Андердак, привет. Привет, друзья. Грибы хорошо зашли. Плюс 25 к знаниям сразу. Бах. Топовую уронку на точность. Это круто. Кажется, здесь. Выходим наверх. Заходим. Это там в одном здании первое. В одном уровне первая закрытая комната, а в втором другая. Там, скорее всего, будут сигилы все-таки. Это неплохо. И самое главное, я могу... Могу получить левел. Лантри. Это важнее. Как-то мы убили. Нежесткое сражение было. Меня пугали, пугали этим сражением. Типа топ-2 сражения по сложностям. А люди даже без этих новых сигилов взяли, справились. Молодцы. А какого босса? Грэвенаж. Наш ждет уже. Голоса Нерата уже повержен. Надо разобраться с остальными архонтами. Так, здесь я хотел что? Вот эта комната. Закрытая. Уже все убиты. Квесты выполнены. Ну или запороты. Как хотите. Добрый вечер. Пишет Скелетон Кинг. Как настроение? Настроение вроде неплохое. Есть. Теперь можем открыть. Ой, какие изверги. Да, народу тут... Народ-то неплохой здесь. Ну ничего страшного. А давай грозу. Там 85% шансов. Девушки-матрешки. Пошел хаос. Просто пошел хаос. Ты беги сюда. Ты делай так. А почему Берта застрял? Нет, забей. Разрывайся. Вааа. Такой разрыв. Идет. Точность превосходная. Давай. Если я должен. Я надеюсь на лову лап. Не подведи меня. Не проб. Зря я, наверное, их раз раскидал. Этот упырь еще собирается что-то кастовать. Но он, мне кажется, получен или парализован. Давай сам. Сам давай. Я возьму. Это простой огонек. Ты справишься, друг. Давай, защиту на себя. Пыщ. Все тебя поддерживают. Давай. Молодец. Вообще чемпион. Еще. Баф на меткость. Стреляет. Ну, блин. Ты будешь... Подлечись, упырь. Не хочет. Не хочет 22-й. Так, смотрим, что здесь. Ооо. Солнечное копье. Одноручное оружие. Живучесть. Смекалка. Минус 30 урона огненного. И ярость солнца. Выпускает шлейф ублуждающего огня, который ищет случайных врагов в области. Когда шлейф достигает цели, он превращается в столб огня и света, который наносит огненный урон. Урон увеличивается вместе с известностью солнечного копья. Круто. Последнее желание. Тяжелая броня. Исцеление союзников при поражении пассивно для союзников не себя в области... А, после получения смертельного удара последнее желание побуждает тело передать остатки врожденных регенеративных способностей друзьям и союзникам. Радиус 6 метров. Офигенный сейв. Штука. К сожалению... Убойная сила дали ачивку. Так, но есть еще одно место, куда можно зайти. На тема антиоситхов. Да, она там отражает часть нападанных этих... Короче, дает вероятность отражения попаданий и задеваний. Кого еще успели убить? Айронклад. Успели зачистить дорогу до Гревенаж. А потом пошли готовиться к сражению. Опа. Что двигается-то? Что-то открылось как будто, блин. В общем, не сюда нужно. Ну что-то как будто открылось реально. Ладно, вот это последняя комната, в которую я не мог попасть из-за отсутствия... Потому что отсутствовала руна. Что? Вот. Другая нужна была. Тут явно будут враги. Я уже чую ловушку. Выходи. Давайте посмотрим, если я могу это сделать. Процент здоровья за каждое. Бла-бла-бла. Да, и... Выходят барсуки. Я, наверное, оставлю танк этих двух. Пусть лантре и сам пытаются... Справиться с... Он должен суметь. Испух. Понятно. Класс. Правда. Ну еще. Ничего себе, огонек. О, ес, 22-й. Ну, наконец-то. Заждались. Заждались. Даем ему скорость заклинаний. Даем ему что? Третью защиту. Защита магии 30% и плюс 8 бронем от магического урона. Да. Ну и самое главное знание. Сейчас мы сможем пятеру накинуть ему. Еще знание ему дали. Управление жизнью. Все, ребят, можно убивать теперь? Наконец-то. Наконец-то можно теперь спокойно идти на босс. Столько мы ждали этого момента. Вот, все другое дело. Так, лутаем. Что такое? Тяжелые кожаные перчатки. Лесом идут. Исследование ядов, рецепты. Окей. Ну, тут остался лут. Но это не принципиально, потому что деньги есть. Ингредиенты. А, вот что такое. Закрылась здесь. Закрылся здесь проход. А, потому что я... Понял, я в прошлый раз. Короче, придется вернуться. По длинному пути... Сирен красиво поет. Да, Сирен очень красиво напевает. Можно, кстати, сажать еще грибочков в лантре. Хотя нет, оставим это на будущее. Там как раз грибы одни. Их можно купить, но зачем? Итак, команда уже... Главное, что я метку смогу поставить. 20 точности добавить по этой цели. И должно быть вообще все хорошо. И так-то точно стяпнул и у других сплавов бобра. И эти тоже повысили немножко эффективность своих заклинаний. Короче, тема значительно сильнее, чем была на голосах Нерата. Инфа соточка. Почтовый голубь прилетел. Да я знаю, это опять... Бледен Марк пишет. Я игнорирую его телефонные звонки. Не хочется мне с ним общаться, потому что, скорее всего, мне придется его убивать. Слово за слово, в общем... Можно просто отписаться. Типа, я повторять не буду. Подержать послание. Должен сказать, ты никогда не переставал радовать. К сожалению, ты стал угрозой. Тот прикажет мне убить тебя на суде. Если хочешь жить, будь умный. Игнорировать его приглашение. Встретиться в пепельной чай Марк. Сжечь послание. Он мне так и так будет убивать. Судя по всему. Судя по его характеру. Там ничего личного. Это его профессиональная штука. Хотя определенные симпатии у Бледена Марка есть. Отношение хорошее. Так, а мне же нужно уходить. Ну, либо через шпиль. Наверное, ближе здесь пробежать. Можем захватить, кстати, привал. Да он ждал этого момента 4 стрима. Вот лежал, смущал пацанов. Типа, у тебя там лут. Посмотри, ты пробегаешь. Ты пропустил. А, я уже говорил, что это дрова. Что я знаю. Мне некуда их класть. Успокойтесь. Этих дров навалом. Нет. Наконец-то теперь можно будет не терроризировать пацанов. Так, я иду за знаниями. Ой, завтра, кстати, будет Варкрафт. Создал тему на форуме. 4 на 4 турнир. С призовым 400 баксов. Может, больше уже. Может, чуть меньше. Половина, как и на краудфайдинге. Собираются команды. Мы тоже собрались. И будет, короче, хэппи. Тиман называется Император плюс 3. Хэппи, Абвер, Сокол и я в качестве вагона. Вот, поэтому это будет ближе к вечеру. Поэтому приходите. И посоветуйте стратегию, если знаете. Как-то можно играть вообще 4 на 4. Так, тем временем. Ничего. Электрошок. Могу я сажать грибы? Могу. Но не хочу. Сюда бы закинуть еще. Потому что опять есть эффективность лечения АПАИМ. Свет Терратуса. Тоже точность. Тоже точность. Наставление. Наставление. Наставление с восстановлением. Л-ДЕВШ. Нет, лучше без носа вот так вот сделать. Стоп. Он... А, он тоже бафится. Окей. Почти все обновили. Могильная хватка тоже плюс пятнашечка. Призрачная стрела тоже плюс пятнашечка. Готово. Все. Грейвен Аш. Готовы ли вы? А, блин. Баф по знаниям. Надо было по... Хотя нет, я отдохнул в шпиле и дали бонус. Итак. Грейвен Аш. Грейвен Аш. Железный очаг, да? Железный очаг. Поехали. Я испугался, что мне кто-то пишет, говорит, Даргол. Там Элаяр со всеми поздоровался. Ну, кого, видимо, помнил, кого знает. Познакомился, поздоровался Элаяр. Грейвен Аш. Грейвен Аш выглядит вообще очень убедительно. Физически такой серьезный. Плюс он из элиты. Все-таки их голоса не ратает. Тоже серьезные ребята. Но они, как правило, берут числом, яростью. Числом. А пальные это другие ребята. Не то. Да, вот они впереди. Чувствую захлопнуться за мной. Ой-ой-ой. Каменный щит. Маршал. Ой. Ладно, с богом. Здравствуйте. О-о-о-о. Как их много, капец. И там еще стоят, смотрите, у крепости человек 20. Грейвен Аш. Берут твои кости в пыль. Мои опальные вернут эти земли славному северу. А ты будешь забыть. Так, родина осталась далеко позади Аш. Перед тебя только же смерть ждет. Ты вспомнишь любимый север. Когда я распорю тебе брюхо, старик, атаковать молча. Мой легион. К оружию. Мы вернем эту заразу. Мы выжжим эту заразу и победим наконец в войне. Приготовься, вершитель судеб. Ё-моё. Сколько участвует-то будет в битве? Главное, чтобы не 40 человек. Ё-моё. Преподайте ему урок. Мы не потерпим неповиновения. Четвером всего. Начало неплохое. Но тут есть еще этот железный маршал. Так что... Так, ты проходи сюда. Я не буду тратить заклинания, которые требуют перезарядки больше, чем в минуту. Скорее всего, все-таки возьму. Возьму апну меткость. Подожди, ты же можешь электрошоком уже долбануть эту дуру. Электрошоком с меткой. Плюс метку у тебя отскакивать же будет, правильно? Да, я не знаю. Попробуй. Она еще со сплэшем. Будет ли отскакивать? Да, будет на 4-х противника. 85, все. То есть это дает нам возможность гарантированно пробить. А мы, кстати, можем попробовать чит, когда мы стреляем по высшей вероятности. Но благодаря метке оно отпрыгивает и на других. Блин, 45 секунд тоже не хочется. Да и предметы тоже не хочется вязать. Нет, давайте против обычных начинок. Выставляем нашу подругу. Неплохо зашло. Метка, метка, метка. Железного ходока метка не зашла. Ну, 3 за контролем. Я думаю, это неплохо уже. Уже неплохо зашло. Теперь вот этого контролю раз. Здесь начинаю по штучным фигарить. Двас. Тут трис. Оглушение, оглушение, оглушение. При смерти уже один. Уминуснулся уже. Так, давай-ка, паралич. Ты еще кастуешь. Давай-ка, паралич. Мне давай, паралич на этого. Паралич. Неплохо же, да? Мне кажется, неплохо. Минус один. А почему ты подруга тупила у нас? Такой вопрос. О, там такие удары. Опустошающие. Просто треть хп. Оп, оп. И вот он. Еще одна волна, мой легион. За север. Так, четыре человека. Оранжевики и этим. Скаловерщицы. Да, у меня в КД заклинание. Сейчас бы бросился бы и поплатился бы. Так, сокращаем дистанцию. Раз. О, грозу юзать или не юзать? Не, наверное, нужно обходиться все-таки вещами. Что там? Сдвигающий камень, не сдвигающий камень. Надо разбежаться, наверное. По-хорошему тут. Вообще сократить дистанцию. Вот так можно кем-то. Не надо. Давай так. Давай так. Нет, как на бобре. Да, не так я разбежался. Сбили с ног. Ну, сейчас тогда в контроль. Причем контроль на правых. Потому что слева один парализован уже. Мне нужно вот этих вот двух пупырей подержать. Так, рано. К сожалению, не отразилось дальше. Рано бы не пополучать. Наверное, стоит бутылки потихонечку пить. Так, люди встают нашим. Это хорошо. Ты сюда давай пой. Хотя нет, вот песню тоже можно подсейвить. Так. Ты готова уже сделать ауешку хорошую? Так, ты еще не готов аналогичную ауешку сделать? Но я бы попросил... Попросил все-таки... Не, можно убежать. Попросил все-таки... Попросил все-таки... Оп, оп. Подверг немножко, подлечится. Уже подлечился. Хорош. Можно сделать вот так вот. Минус один. Минус два. Минус... Тайок. Тайок. Три-четыре сейчас будет. Так, только три. Ага. Три-четыре. Ты может научиться что-то. Давайте добьем просто его, ребят. Пусть как раз перезарядятся наши обилочки. Будем тратить напоследок ничего такого. Три-четыре. 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 Я должен попробовать что-то еще. Да, все будет... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Он восстановил хп немножко еще. А ну-ка стоять. Ладно, два запоминания потратим. Все равно большинство откатилось уже. А ты чуть-чуть тренируешься до турнира? Я, может, чуть раньше трансляцию начну. Так, еще четыре человека, ребят. Ближний бой. Короче, двуручие. Надо, наоборот, увеличивать дистанцию. Ну или контроль просто добавлять. Вижу, что бегут на бобра. Причем на бобра бегут все. И хорошо, что он, с одной стороны, находится далеко. О-о-о-о-о-о-о-о. Да, давай так. Давай так. Как можно больше контроля. Ой, бобра. Меня закидывает. Очень больно закидывает. Выпиваю все-таки бутылки. До первого контроля бутылки. Ну, может, не хочется мне... Терпеть. Скорее всего, так же, как в прошлый раз, оставлю я одного человека, для того, чтобы откатились у меня навыки. Иначе... Иначе можно остаться... Не готовым. Ну, последнего два со щитом, и, ну, может, кто-то еще сзади подойдет. Во-первых, что-то намазал бас. Т-85 у него сейчас. Ой, какой там урон заходит. Какой там заходит урон. Главное сейчас не перестараться, потому что уже люди... А, вон тут дальний как раз. Не алло. Но он вряд ли умрет за количество хп. Поэтому... Тем более не мотаю еще, но одноложен. Так. Так. Да, Бабер. А, он в два раза получше был. С руки, с руки. Знамя он еще ставит. Это, видимо, как раз вдохновение Аши, или как он-то называется... Как он называется? Защита Аши. 114 здоровье. Плохое лечение. О, Бабер пришел в себя. Это правильно ты сделал. Главное право его задобить. Ну или левого. Неважно. Сейчас вот надо четко работать по одному. Раз. Два. Двести с... Двести просто с руки. Охренеть. Двести сто тридцать шесть. Это кто такой? А, это Марик. Это не просто пехотинец. Это Марик. Ё-моё. Новый эффект, говорят. 72, парализуйте. Алё. Так, только без рикошетов, пожалуйста. Там здесь еще защита. Так, это вы убили. Ну где парализация? Твари добро. Надо мочить его. 33, 10 просто процентов. 10, Карл. Сами себя так. 85 у бобра. Ты сюда. Пробей ты его. Давай. Есть. Он под степаком на без счета. Да-да-да. Не расходуйте жизни попусту, мои северяне. Я сам разберусь с этим выскочкой. О-о-о. Вот он, красавчик. Грой вы наш. У меня уже два ранения. Единичка. Единичка. Ладно, единичка не страшно. Сопротивление огню плевать. Магия плевать. Армор 20 неплохо. Попробую поставить танк атак. Начнем мы с метки. Естественно, начинаем с метки. Которая в КД. 8 секунд еще будет перезаряжаться. Так, если мы начинаем не с метки. Ну, можем закинуть для урона рано. Давай какую-нибудь комбо-омбу тогда. Мне нравится. Нет, давай с предмета. С предмета замедление песков. Очень хорошо действует. Главное, действует гарантированно. То есть, там, 100% как-то и... Ну, в общем, всегда будет. Дальше сделаем наставление для точности. Так, а ты, подруга, может что-то сделаешь все-таки, а? Вон тебе сколько есть штук. Логическое высвобождение. Воина плота. Дезориентация. Нет. Не, можно попробовать, конечно. Да, попробуем. А, только от погибели. Нет, я торможу. Это же тоже не получалось в прошлый раз. Ну, я даже не знаю. Грозу без контроля. Это ерунда. Во, хилл с восстановлением... В меньшем КД. Так, он подходит. Что-то уже рубит. Расплата аж. Я на него с предмета, соответственно, 100%... Минус 70% скорость перемещения, скорость атаки раз. Ты, кстати, подруга. С оскопленными песнями можешь ошеломить его, сбить с ног и далее. О, кажись, заблочили танком. Великолепно. Так, на него действует замедление. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость, что сейчас будет скорость у бобра хороша. И он может более активно кастить. Комбо способности. Можно сделать комбо-вомбо колесо времени. Но я не хочу к двуручу подходить вплотную с аппортом. Это, кажется, мне не совсем... Можно еще сделать вот эту комбо. Время восстановления немножко уменьшаем. Это так. Осколки фигня, да? А, можем сделать призыв к бою. Вот что мы можем сделать. Вдохновляем союзника. Так вот. Накидываем еще защиты лантре. Так, ты, подруга, пробуешь? 70. Это неплохо. Уже парализация 70%. Так, ты скастовал, ты молодец. Работаем, я думаю, надо уже. Да, уже точность хорошая. И это еще точность не накинули. А может быть, сделаем вот эту вот штуку? Время восстановления. Да, давай-ка лучше сделаем... Вот так. Нам-то будет бобром подойти. Чуть-чуть бобром подойти. Чуть-чуть-чуть. Вот заряженным кулаком не попадает. Только у него, видимо... А что у него? Защит от магии 174? Я так и не помню, чем... Хотя, может, у него просто по навыкам разница такая большая. Так, хорошо. Эта фигня... Могильный давай, 70% все-таки. Так, сейчас будет у нас... Откатилось почти. Сейчас будет баф по... О, смотрите, как он медленно бьет. Замахивается вообще увесисто так. Мы уже по два, по три заклинания не успели кастануть. Так, теперь на него метку вешаем. 85, хорошо. Я бы на твоем месте сразу лечился. Просто лечился бы. Потому что сейчас, типа, тебе попадут, и это будет... Или парализ. Паралич не срабатывает. Ладно, давайте всеми просто впрягаемся. Начинаем мочить. А можно и стирание, кстати, записи сделать. У тебя вообще много всего было. Здоровье, не невидимость. Надо бобром еще кастануть. 66, да? Да, давай. Бобром кастануть бонус к урону. Не попадаем мы почему-то по нему. Я не знаю, 70... Вроде 72. О, метка. Сейчас бобер попал. Бобер-то, в общем-то, и не мазал. Делаем бессмертного. Поехали. Это все-таки босс. Как-никак. Он сейчас нанесет такие удары, посмотрите. Сбега успели. Сбивание... А, сбивание с ног, это по мне. 22 урона, лол. А что вообще у Сирен по защитам? 20 армора. А как он, как он, почему так мало там? Критически попадает по Сирен. Бросок 75. А, не восприимчивость к дробящему урону? Почему? Как, как, как? У нее к дробящим не такой большой резист. Почему не восприимчивость к дробящему урону? Исцеление минус 5. Я его 50%. Ладно, сейчас маги впрягаются просто и начинают долбить его. Кажись, правда, только метка не работает, как я увидел. Не, они не работают. Не работает. Видимо, метка только относится к атакам. Не знаю. А, у нее поле сработало после удара. Точно. У нее же поле поглощает. Там 80 урона. Защитное поле. Точно, вы правы. Сейчас мой. Уложим Грейву наш. Вообще, изи. Ребята, изи. Помяните мои слова. Может, без паузы даже его мочкануть. Пробуй. Пробуй. Я не могу это сделать. Мы сделаем. По твоей командой. Это не надо подходить. Почему? Опять на том что-то мусит. Без паузы что-то не получилось. Я попаду. Что он делал? Что ты выпендриваешь, скажи мне. Буря клинков. Уже все плохо. Так, во-первых, ставь защиту седан. Пропиваем так. Да, да. Без паузы. А, он уносит периодически. Это уже закончилось. Капец на такой урон. Сразу знание, уклонение. Жесть. Жесть, как она есть. Давай-ка вот так вот, а. Сколько? Сто процентов инфа. Давай. Не, без паузы не стоит, учитывая то, что... Один сейв, извините. И, как бы... Не надо, Миша. Давай метчик поставь на него еще разу. Спримчивость к оглушению, это понятно. Потому что работает метка. Урон сейчас хороший за него. Он не вылетает. Я это вижу. 66, 85. Это же прекрасно. Не подходи, дурочка. Ну, вон, смотрите. Штат 1, 80, 8, 7191. Отлично, молодцы, ребят. Даже по молниям начал попадать этот. 74. Не, можно там... Там еще комбо способности есть самые разнообразные. Можно сделать восстановление хп, свет могилы. Можно сделать... Взлететь там, начать лечиться и плевать на него сверху. Сейчас умирет, который сказал. Почти. Меня настораживает, что он умудрился все-таки подойти так близком. Я, наверное, боясь ваншота, разбегусь магами в разные стороны. Ну, на всякий случай. На всякий случай. Мало ли что. а вдруг и заберём чисто товарища при смерти не пробивает отлида же все дать бой гравина аж выполнена 125 чистоганом залетела от ли стоит знаете ничего не делать не атакует спиной кашу аж замахивать как там было попадает по цели эффекты резонансное поле поглощает 69 урона все хихи как бы и плевать что ей будет лук тебя этих прихватней твоих твоих бы тоже убил сраженный архонт недоуменно опускает взгляд на свои окровавленные руки капли пота скатываются со лба и блестят в уголках глаз грейвен аж обращает свое внимание на вас у него больше нет сил сражаться это последние остатки побежденного человека а это не от не силен конечно сильно выслушай меня пожалуйста уступи старику с его сожалениями он бросает быстр быстрый взгляд на трупы опальных усеявших двор вокруг его плечи бессильно обрушиваются вниз словно он больше не может их удержать а выслушай меня выслушай я готов выслушать тебя архонт ты встал на путь невероятного могущества путь по которому я прошел давно очень давно на нем была сила победа триумф все чего архонт войны должен ожидать от своей жизни он делает глубокие вдохи через нос цепляясь за жизнь забыла и боль если бы меня было еще одно столетие чтобы ее описать я бы все равно не смог передать терзающую агонию моей преданности мы солдаты стали полагаться на меня а я наделил их своей защитой но еще я принял их боль на себя у меня были силы терпеть какое-то время каждый удар в живот каждая раздробленная кость каждая смерть я принимал все на себя чтобы пощадить своих солдат ты должен быть готов делать то же самое класс не ну аж самый адекватный мужик твое восхождение к власти это не вопрос личной славы она затрагивает всех кто идет следом за тобой когда ты когда ты окажешься наверху ты не будешь одинок с тобой будут другие и они будут равняться на тебя ты будешь отвечать за них в стольких отношениях что даже представить не можешь заботиться о тех кто следует за тобой полагайтесь друг на друга но крепитесь тебе придется принять время их любви преданность может жалить сильнее чем любое копье он смотрит на вашу компанию со смесью симпатии и сожаления надеюсь надеюсь ты готов к тому что предстоит дальше потому что он стискивает зубы когда его захлестывает волна новая волна агония потому что кайрос легко но не сдастся потратив свои силы архонт лишается всей своей внутренней напряженности и на мгновение на его лице отображается глубочайшее умиротворение грейвы наш последний из великих северных воевод умирает на ваших глазах я так мечтал об этом дне взорвем его в бедняцкой могиле в ярусах или отправим его конечности кайруса сложный выбор улыбаясь атли рассматривает часть доспеха генерала медленно проводя руками по зазубренному трофею у нас получилось мы убили архонта войны напишу об этом потом а сейчас похоже и нужно сменить штаны и хорошенько поблевать для очистки после нескольких попыток сделать запись дрожащей рукой лантря отбрасывает перо в сторону издает длинный вздох и начинает ходить маленькими кругами тряся руками от нервного напряжения невероятно я думал что он неуязвим похоже даже я иногда могу ошибаться и архонт падает хороший был дед и все его последовательности видимо которые были ранены можно с ним в эмпатии состояли тоже пали там тоже лут тоже лут отлично что у него о миротворец двуручное оружие безупречное дробящее 7 брони пробивает прикрит попадание цель лишается четырех силы отталкивает упреждает и обилка буря клинков очень имбанутая я бы попробовал потому что надо реально в жестенькая очень узенькая так здоровье плюс 5 при наличии ран каждые 6 секунд это ладно правление камнем тоже ладно хочу сирен это дадим остальное выкинем ой тут еще черное копье марика двуручное оружие к быстроте ночное время урон увеличивается и фамильный клинок железного маршала двуручка тоже прикрит попаданий заморозка минус брони да вот с двумя двуручами можно сыграть в следующий раз но если будете играть играйте с двумя двуручами такие пушки есть классно пишем почти 19 лайвел уже в атли что по квестам бледен марк ждет нас стоп а это отправится на суд тунана короче с бледеном марком он кстати тоже архонт ё-моё и вполне вероятно ну вы понимаете так просто он не просто поговорить меня вызови вызвал рано 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 ладно по одной ранке не так страшно не хочу отдыхать потому что хотя могу отдохнуть почему в шпиль отдохнешь у тебя же все законы не слетят пушки классные в конце игры это да кстати и но вы можете грейвен аж наверно пораньше как-то убить ураган меня и на двуруч как она ей махать то будет ё-моё такая шняга не шняшка шняга прям прям вот да так я хотел я хотел шпиль 7 5 7 15 лет он дает конечно свои 15 она держит она архонт в общем-то носит тяжелую броню двуручную булаву которая в полтора раза выше ее если поставить она может а кому еще двуручку давайте что отдых ну а теперь к бледану марку в пепельную глушь похоже хоть у меня выделяется шпиль но может не в пепельную глушь архонтами не рождаются ясно ну да об этом говорили тоже ну странно как в 15 лет надо читать было историю внимательны при старте про сирен не в пепельный глушь и он меня ждет давай друг что расскажешь темный силуэт перед вами обретает облик бледно марка держа по кинжалу в каждой руке архонт уверенно шагает на встречу вершитель судеб нет не вершитель архонт с возвращение в пепельную глушь давно тебя не было видно и в глазах светится живой интерес не многие могут ходить во тьме как мы не многие могут сохранить свой разум в вечной ночи раз ты доказал что можешь я вручу тебе это письменное свидетельство книгачей о провозглашении эдикта сумерек несколько столетий назад если ты выяснишь как его провозгласить то в том регионе наша власть будет неоспорима ты думаешь что теперь я стану твоим клинком и победил архонтом войны и тайны это большое достижение но готов ли ты бросить вызов адъюдикатору владыки и джеки и джеки и джеки отказаться достижение между прочим я хочу знать ты преклонишься передо мной нам придется решать то силу давай в конце концов один из нас должен был склониться перед другим или сломаться думаю ты уже понимаешь то я не стремлюсь к власти не нужна ни твоя верность и победа в этом дурном поединке я не уверен что это правда она когда ты достанешь достаешь меня такими вопросами и сама мысль о том чтобы служить тебе становится все более отвратительным он вертит кинжалом лови солнечные зайчики не знаю может быть приказывать должен я я бы проатаковал его но я выполняю тут роль вообще хаотика просто хаотик скорее evil и мне любопытен челлендж что ж было весело но все хорошее когда-нибудь кончается быстрее чем может уследить глаз в его руках оказывается по кинжалом мерцает растворяется на глазах что нанести удар ёшки матрёшки еще один архонт а по он круче предыдущего по характеристикам по крайней мере он твой друг слушайте друг друг не друг да друг ой блин ладно значит теневая волна в любая а у е вот так подобного рода сразу меня провоцирует разбегаться но пока не разбежался нужно быстрый каст сделать тоже сюда надо убегать как-то а в принципе уходит так но я только хочу подставить попасть я по нему могу тебе только ауешками ауешками верно да пока он пассивен пока он пассивен не применять замедление хотел наверно будет действие лучше заранее это сделать давай так но рассчитывать на что-то бафы делать к меткости что-то делать непонятно что пока что я бы все таки сделал комбо следующую нам а вот он вышел из сумрака комбо сделал с саппортом нам так все замедление пошло и он упрыгивает оттуда капец да вот это это я не рассчитал до комбо еще долго что по вероятности о хороший хорошая вероятность 85 на паралич я думаю что надо его просто закидывать и всем наплевать на 55 что это такое что это такое друг не он не очень вообще не очень защитного саду не умрет он быстрому и что поставлю а девочка вот это вот замечательно чтобы урон еще возрос но точность очень хорошие причем с любых школ точно с хорошим марку будем ставить зачем все и так соточку дают не переживай что он попадет по тебе у него слабый урон вот и все считайте его уже они погодите сейчас точно с немножко проселом к молниям у него к определенному заклинанию молнию у него точности сопротивление хорошим так что это такое клика к убийцам слабенький урон клинка консервы да это было укрепление кажется ну то есть многом перебивание текущих действий или много просто ударов в принципе о ранение получили он подлечился насколько 726 это как вообще с какого перепуга я таких хилов еще не видел фактически полностью восстанавливает все здоровье защита давай защиты непоколебимую стойку делаю да 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 и за юзай и вот это было странно очень странно я темная сторона бутылёк выполнить такие бутыльки я не знаю я вроде а он уходит просто и влево проходит давай немножко сплетнемся хромота неприятный тип на самом деле по навыкам очень неприятный урон вроде не такой серьезный но есть ловлап а мы кстати на нем хорошо уровень качаем потому что много урона сам по себе он тоже пробивает тут да скорость а тут что я хотел я хотел типа область действие способности плюс 20 процентов электрический ледяной урон есть бы пассивку найти какой-нибудь ударов за базовую атаку лесом не пассивка очищающие воды негативный эффект урон от посоха какая грязь можно незамутненный разум нагреть до получения урона классно время становлению увеличивается не если если некоторое время не получать урон но мы его пробиваем 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 просто как бы не случилось такого же как и в прошлый раз что что он берет просто и восстанавливает какую-то часть хп непонятно по какой причине так появились его копия критер of darkness непереведенные даже у них хуже защита значительно и плюс наличие рикошетов мне и даже на них внимание обращать не буду они подойдут надеюсь они подойдут не они ранджевики это хуже хуже ну вариантов несколько первый вариант мы продолжаем вытачиваться на бледным марки потому что эти упыри должны сдохнуть когда его отпустят типом танком пойду сюда так он так на ренджек вас убил урон заходит неплохой продолжаем прямо в него врываться всеми заклинаниями которые есть проверяя перепроверяем да да дочли наверно повесит будет следующим полу ходом но бабром поставить на него щит так это науки давай так так палимся палимся я не знаю кто это не знаю откуда деньги спасибо большое за саппорт располагайтесь присаживайтесь смотрите трансляцию на гудгейме вероятность как это невероятный для ничего так ладно в продолжаем мочить ну давайте уже да промахнулась там 24 от бобер попал теневая волна пошла я попробую отступить немножечко бобром ступить немножечко этим куда он пропал даже не хочу заклинание тратить просто побейте и вообще лучше просто раскастоваться появлением а можно проверить клинки вот эти вот точно ниже обилочка есть буря клинков давай подходи сделай вот так а может он не появится пока я этих не убью тоже вероятность нет он появился вон он шадоу клон не дай бог я вот не помню прошлый раз клон появлялся или нет вдруг если я он опять может связь с склонным разорвать и все 1 2 2 давай локмнем есть убили как-то так но остаться должен только один понимаете в конце концов это как в горцы слабенько у грейвы наш другая вообще система была так там умерли всем вот опять о его злые золотистые глаза расширяются от удивления архонт падает на землю кашля кровью темный к окружающийся вокруг него тени он хватается за раздробленные ребра и ухмыляется только посмотри на себя сюрприз века он шумно втягивает воздух чувствуя как легкие заполняются кровью свет в его взгляде тускнеет и чернота зрачков чернильным пятном растекается по глазам вы обмениваетесь понимающим взглядом и архонт из последних сил хватается пальцами за землю гнев тумана увеличивается надеюсь ты быстро не умрешь а то я позора не оберусь победа за вами ваша мощь увеличилась что зовут ну вообще в отличие минут его не надо было убивать в отличие от других архонтов как бы понятно что не стоило убивать так теперь знание в шпиле авроры хотя бы в пяток возьмем атлим а потом ктуна наносут там его гнев наверняка уже запредельный но я хозяин пяти шпилей истребитель архонтов почти последний ну мы там сирин последний почти архонты вообще там кинжалы и ботинки были ясно жалко так ты да раз два три 4 5 все остальные тупят хорошо если мы тебе качнули знания стало быть 169 можно что-нибудь хорошее не так уж и много это не десятка видите единичку знаний хотя бы тогда будет уже десятка к ключевым мы кстати можем сделать нужные зелья не у этого правда получается зачем михаил зачем отдыхаешь идешь дальше последний суд последняя охота все последняя охота все эти последнего декрета карас караса ваш путь ясен как никогда необходимо одолеть архонта войны и тайна остаться единственным кто муцелеет все как бы все все голоса грей в наш бледен марк последний суд то он он остался что-то мне кажется что я не совсем готов к тунану что то есть такое подозрение да ладно с прорвемся что это такое искусность искусность но выносливости есть разные бутыльки вроде как да их нам накидает сюда плащики провизировать то все возьму я щит все-таки щит не апается никак защита от магии возьмем свободные слоты по крайней мере позабивать уже будет хорошо четыре брони так себе грибочка бы еще схавать я возьму вот так наверно бомбру дам гриб а то и 2 два гриба пожалуйста сажать на на больше таких бутылок самом деле нет смысла больших бутылках потому что из-за лидерского эффекта получается что из-за лидерского эффекта получается что даже средний восстанавливает на фул и ухи так ты вообще бесхозный да у нас что-нибудь хорошее прикрыт да не это лесом защите давая от эффектов разных тебя накидаем управление жизнью оставим посох а билер поддержала более спасибо тебе тысяча слава доминяну недавно отправлял свои творческие потуги письмом по поводу ну да я читал будет довольно обстоятельно и сможет что-то будет полезным удачного окончания недели стримов на спасибо если слава бэра оценку в зависимости короче с учетом зрителей то есть в этом здравая мысль конечно спасибо большое за саппорт я оставлю небо рост бобру один далее хотел бы все-таки накидать на макс бутылок зелье воскрешение естественно нужно танку дать пусть запасом они у нее валяются что еще всякие рыбки это все фигня фигня еще выносливость главное от ваншота не умереть еще один резюрект я вижу есть ладно пусть у нее будет она довольно плотная хотя нет она не плотная этот был плотный 420 так уровень повышен был только еду в опознании правильно проверял проверял в кузню пойду не пойду пойдем на суд ох я не посмотрел отношения тунана к нам но тунан же тоже архонт правосудие или там чего-то в этом роде или справедливости что там да можно легендарное оружие во второй слот положить чтобы просто была возможность на белку и за там с тобой команды болтать хочет я вижу и но не хочу с вами говорить акселе он будет прибавлять если хотя зачем не силу лучше этот меч на и слабый фан ну что как отношению в тунана тунан архонт благосклонность гнев то есть вот вот как-то так суд тунана отметил ваше соблюдение законов тунан нравится интерес к законам кайроса притворение его в жизнь но вы убили бладена марка архонта тени и missing reputation change change reason отсутствует причина разницы в репутации на двадцаточку да не до конца переводили я делал кредция за вас крова кровогнур короче ребята все сейчас будет нормально суд идет суд это я на сегодня прием вельмож закончен суд завершает работу эй я только пришел это в чатике пацаны встрепенулись таки что происходит это возмутительно мы требуем и все сваливают сразу этот указ не подлежит обсуждению приставы проводят вас всех что а что какой указ я по я пришел кажется я поздновато пришел решитель судеб благодарю что ты откликнулся на мой призыв может остаться успех нашего завоевания решится здесь и сейчас атаковать я явился только что прикончить тебя прощай но после убийства бледана марка я быту на на конечно забрал без лишних вопросов но тут же сюжет я просто хочу уточнить как ты собираешься проводить разбирательство когда твой палач мертв ты не имел права лишать его жизни тонн в ярости но за этим ощущается растерянность я прикончил его теперь пришел чтобы убить шута заседающего в суде у него характеристики лучше чем бледана марка я убил его по приказу карас и хитроумия солгать он решил вершить правосудие на свой манер и устроил мне засаду я лишь защищался я должен решать так ли ты мне предан как утверждаешь виде судим мы еще не закончили да нормально все будет не кипишу съехал съехал с темы может не стоит себя вести как отбитый хаотик хаотик и был нормально почему отбит хаотик ты заслужил впечатляющую славу вершитель судеб история твоих подвигах разнеслись по всем ярусам и дошли даже до суда у некоторых действий бывают последствия мы посмотрим к чему твои деяния привели суд хочет представить обвинение и предлагает тебе ответить за себя это возмутительная служитель суда начнется суд надо мной ваш начнется суд надо мной ваша честь я так и думал я готов выслушать обвинение я готов давай нападай судебное заседание объявляю открытым рекомендую отнестись к этим минутам с недлежащей серьезностью потому что они могут стать для тебя последними не пытайся лгать или уклоняться от ответов я буду судить тебя перед беспристрастным взором владыки это понятно я на минуту отойду страшно ребята финалочка подошла финалочка собираемся 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 а у Вау-ху! 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 Ну что? Готовы? Эм... Так-так-так, я не признаю власти этого суда судить меня. Нет, почему нет? А, промолчать. Молчание не защитит тебя от правосудия. Для моих ушей оно кричит так же громко, как обман. Да, не напрягайся, Тун, все будет нормально. Ты обвиняешься в злоупотреблении полномочиями, представленными тебе владыкой, нарушении законов империи, привнесении хаоса в полномерное в остальном завоевание и вмешательство в дела, которые выходят далеко за рамки твоей компетенции. Это помешало выполнению приказа принести мир Кайрос в Ярус, и ты будешь привлечен к ответу за свою роль в этом. Слушайте, я все уладил вообще. Просто уничтожил остальных архонтов с армиями, и все остальное нормально. Так, кто это вмешивается? Я не понял, что за... Кто женщину упустил в суд? Вершительница судеб Калю. Если не возражаете, дьюдикатор, мы с вершителем хорошо знакомы. Если какие-то несоответствия потребуют нашего комментария, то мы готовы предоставить свои свидетельства. Ах ты, крыса! Она кивает в сторону роголоса, а потом поворачивается к вам с неясным выражением на лице. А кто? Я не помню ее. У суда есть вопросы к твоему поведению. Ё, красоты, мы что в школе? И я сначала позову твоих спутников, чтобы они выступили в твою защиту, как свидетели твоего характера или соучастники твоих преступлений. Ой... Кто будет говорить в защиту вершителя судеб? Ребят, вписываемся. Сирин, Архонт Песни, представь мне полный отчет. У нас хорошее отношение, все нормально. Разумеется, Ваша честь. Я ценю проявленное уважение к собрату Архонту и благодарю за то, что мне было предложено внести свой вклад в решение этой деликантной проблемы. Я обещаю отвечать откровенно и только по сути. Она приседает в поклоне и смотрит на вас. Мы в странстве с свершительным судеб вместили множество событий, но ничто не давало мне оснований хвалить или осуждать его действий. Как в любом человеке, добра и зла к нему поровну, и мне кажется, они находятся в равновесии. Ну, окей. Готов ли кто-то говорить в защиту вершителя судеб? Заклинательница приливов, предстань перед судом. Атли. Суду нужны мои показания? Ну что ж. Я, Атли, из приливов, и в этом зале ужасно гулкое эхо. Очень страшно. Верность 3. Уж не знаю, как в этом суде положено возносить хвалу, но Архонт заслужил мое доверие. Пусть и неохотное, зато искреннее. Готов ли кто-то говорить в защиту вершителя судеб? Этот остался. Как его там? Пусть ко мне подойдет престарелый летописец. Если суд этого желает, я буду говорить правду, говорит Лантре. Верность 3. Мне выпала честь оказаться рядом с Архонтом. Сбылась заветная мечта человека, которому всегда хотелось понаблюдать вблизи за тем, как творится история. И я убежден, что мы на пути к величию. Я следующее величие. Если это необходимо, я готов представить свои путевые заметки в подтверждение. Я записывал как хорошее, так и плохое. И мне кажется, из них станет ясно, что Архонт был силой, поддерживающей порядок и законность, как и положено вершителю судеб. Готов ли кто-то говорить в защиту вершителя судеб? А кто еще остался там? Очевидно, нет. Пришло время вершителю судеб дать свои показания. Изи. Ой, знание 75. Опа, тут-то я и выхожу. Тебе было поручено привнести порядок в завоевании ярусов, но ты проигнорировал указания Архонтов. Как я захватил первую, они просто не поладили друг с дружкой. Ты презираешь само завоевание. Или ни одна из главных сторон не зарекомендовала себя в твоих глазах. Да, Тунан сохраняет стойческий, спокойный внешний вид, почему это закавычное, хотя это от рассказчика идет. Но что-то в наклоне его головы говорит о ярости, проявляемом самообладании и, что может быть еще важнее, любопытстве. Поддерживать Архонтов, которые уже показали отсутствие нужных качеств, было бы напрасной тратой усилий. Я нашел лучший способ объединить ярусы. Ты вошел в старые стены, а это прямое нарушение закона Кайрос. Как ты ответишь за это извращение понятия правосудия? Ты считаешь себя выше закона? Оооо. Обстоятельства завели ваша честь и нежадность. А когда мы первый раз? Неважно, мы в каждые шпили могли попасть. Нет, в первые шпили я попал случайно. Это произошло совершенно случайно. Это было необходимо, чтобы выполнить мои задания. Закон стоял на пути правосудия. Нет, они были открыты и доступны для разграбления. Как я мог устоять? Обстоятельства завели сюда ваша честь и нежадность. Давай. Тунан, гнев один. Лучшее оправдание, чем обстоятельства, придумать не можешь? Потому что никто в этом суде не позволял обстоятельствам привести к противоправному поведению. А, это роголос выпендривается. Тунан взвешивает аргументы, молча изучая вас взглядом. Распутили Тианы находится под моей защитой, а ты украл шлем Магоборца. Я его вернул. Его до этого, до меня украли. Я просто украл у вора. Без волшебной защиты, которую я поручил создать скованным горным, народ будет перепонесен погибелем снова на подарок. Слушай, они живут сейчас лучше, чем было до этого. Ты зашел туда, посмотрел, что Алый Хорт там творил. Почему ты его украл? Я его, повторю, я его возвращал. Его украли до меня. Так, я не мог позволить погибелям помешать в борьбе с восстановлением порядка. Шлем будет возвращен. А что, я забрал шлем? Ошибся, извините. Так, чтобы защитить мою голову от... Я не мог... Короче, благосклонность 3 у Тунына тут. Справедливости ради стоит отметить, что вершитель вправе использовать все имеющиеся средства для решения жизненно важных проблем. А Магоборец не что иное, как инструмент. Возможно, Ждение лучше было изготовить статую. Но я позволю ответчику объясниться. Я не мог позволить погибелям помешать в моей борьбе за восстановление порядка. Шлем будет возвращен. У меня там шлем такой... О, в тебе говорит голос разума, а не жадность. Не знаю, почему я верю этим показаниям, но не чувствую в них фальши. Что ж, хорошо. Ты разрешил Эдикт Бурь Кайра с помощью правового ухищрения. Более того, ты схранил правящий род Аплота, обойдя саму цель Эдикта. Цель Эдикта была замочить Аплот. А та подруга с сыном, она же убежала вообще. Хотя, пофиг. Тут опять знание. Если вы или владыки можно обойти лазейкой в законе, разве не очевидно, что из этого следует, что Кайра сможет ошибаться? Как ты выпендриваешься, Михаил? Я бы ни в коем случае не стал бы тыкать эту штуку. Кайра не хотел, чтобы Эдикт длился вечно. Эдикт был моим. Я мог завершить его любым удобным способом. Что-то все не то. Не, ну конечно, напрашивается типа знание, потому что это не очевидный. И не всегда проверку проходишь. Откуда мы знаем, хотел ли Кайра, чтобы Эдикт длился вечно. Хотя нет, Кайра всегда имеет, ну, то есть у любого Эдикта есть определенные условия, которые, по выполнению которых он должен... Ну да, нет, но все равно, я не знаю желаний Кайра по поводу того Эдикта. Короче, знание 3, третий вариант, знание 85. Если волю владыки можно обойти лазейкой в законе, разве не очевидно, что из этого следует, Кайра сможет... Ай, опасно. Гнев. Ваша честь, прошу вычеркнуть заявление из протокола по причине его ложности. Он завершивает аргументы. Последний вопрос, ребята, ввершители судеб. Тебя привлекли к этой кампании судить разногласия между двумя армиями. После твоего прибытия ситуация быстро перетекла в гражданскую войну. Ты осознанно присоединился к завоеванию ярусов, чтобы сеять раздор, или просто оказался жертвой обстоятельств? Ты же сам говорил про обстоятельства, что это не аргумент, абсолютно. Я в первый раз, когда давал показания, отвечал на первый вопрос, ты сказал, что обстоятельства так сложились. Это вообще не аргумент. Алло, я б тебя на суде просто... Архонты принесли вред в сотый раз больше, чем я. Я распознал испорченность Архонтов с самого начала. Они в любом случае восстали друг на руку, я был готов. Присоединяюсь к этому завоеванию во славу Кайрос, но не очень уверен, что Архонтов был тот же мотив. Хороший вариант. Вы не можете всерьез оплакивать неудачную кампанию после... Разжигания гражданской войны. Два или три. Во славу Кайрос, короче, ребята. Возможно и даже вероятно, что Архонты отправились на юг собственными тайными намерениями. Я не скрываю того факта, что самый достойный из двух стал бы править ярусами от имени Кайрос, так что честолюбие взяло вверх над ними обоими. Ожидалось, что они будут вести себя в соответствии со своей ответственной должностью. Тоже ожидалось и от себя. Благосклонность, Тунна. Если не учитывать поведение, то мы сейчас не сомневаемся в том, что у Архонтов были свои тайные намерения. Говорит об успехе миссии... Говорит об успехе миссии вершителя. Не знаю, как вы... Он бросает взгляд на других вершителей, но меня это немного обнадеживает. У меня больше нет вопросов. У тебя есть право на заключительное слово. Атаковать. Я вызываю тебя на испытание боем. Готовься, Архонт. Успеется, успеется. Я всегда пытался принести мир и порядок... Да, свидание. Годы показали им, что война и конфликт могут сменить облик. Я тот молот, который перековывает руду в горную... В годную для обработки формы. Мир Кайрос — это ложь. Владыка удерживает власть потому, что мы неведаем об альтернативах. Перед вами стоит лучший владыка, который готов определить справедливость по своему усмотрению. Ой, Бобер, как же много ты себе позволяешь. Я просто хочу сказать, что не признаю власть этого суда судить меня. Да ладно, что, посмотрим, как они... Мне нравится промолк, потому что мир и порядок, наша работа, неравный бой, бла-бла-бла. А, пока шлем у тебя в инвентаре считается, что ты его украл, не вернешь, понятно. Да и говорят, Мир Кайрос — это ложь. А, давайте. Один раз живем. Благосклонность три? Если бы на твоем месте стоял кто-то другой, то я бы осудил его как предателя. И могу отрицать, что ты заставил меня сомниться во многих принципах, которые я когда-то считал непоколебимыми. О-о-о... Взвесив все стороны дела, суд признает тебя... Бобром! Ну? Виновным по всем пунктам! По мнению суда, ты мятежный зачинщик, коварный отступник и предатель, который поставил себе цель уничтожить Северную Империю. Да я просто лутал! Наказанием будет смерть. Ё-прыс, это... Готовься в стр... Эээ... Это мы еще посмотрим, Адюдикатор. Насколько я понимаю, ты расправился с моим палачом, либо Архонт Теней потерял свое некогда неоспоримое мастерство в бою, либо ты действительно успел примерить майнд Тю Архонта. В любом случае, ты дорого за это заплатишь. Ё-прыс, это... Атунан спустится? Ой, сейчас какой-то скрипт. А-а-а! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, эти просто стоят. Что мы имеем? Ёшки-матрёшки. Защиты таких я не видел никогда. 200, 200 плюс, только воля 150. Резисты еще к стихиям хорошие. Ладно, Тунан. Давай, скотина. Я просто лутал. Да, да, да. О-о-о-о! Так, ну у меня есть более-менее проверенная тактика, я ее буду придерживаться. Это раз. Бобер сразу его замедляет, потому что может... Сто процентной вероятности до вас. Ну что, подруга, ты можешь как-то его 100% воиноплота, магический урон, значение базовое... Да, давай вот так, наверное, да? Базово урон нанесем, чтобы было проще. Слушай, а что ты не с двуручным-то оружием? Алло! 10% класс. Стойкость защиты сбивания с ног. Это не то, что я хотел бы. Тут ку-ку-ку-ку-ку комбо только можно сделать. О, слушайте, северная земля работает неплохо. Немножко его еще замедлим. Что он делает? Наказание за точением. Надо, видимо, свободу какую-то действие делать. Так, бабл пошел. Бобра. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, давай внимательно по обилочкам. Колесо бури. Можно, в принципе. Но это АОЕшка, она не очень хорошо зайдет. Уж лучше что-нибудь... Вытягивание стойкости и искусности силы. Противники стойкости и искусности силы. 20 секунд. Надо дождаться для начала, когда там этот... Не, я могу грозу скастовать. Потому что гроза с хорошей вероятностью, во-первых. И это контроль. Поехали. Что там? Сирен поет. 23 урона нанесли. Бабл пошел, на своих не действует. Так, давай-ка больше текста. Как? Так, ты отстрелялась, да, подруга? Подруга, что по обилкам еще есть? Это лесом. Это тоже никак. То есть только работать, да? Работать с вероятностью 16%. 50% есть. Я бы сплетанулся. Не хочется этого я. Так, ты... Благодаря, я не достой... Заступника. Точность, скорость передвижения, быстрота на минуту. Один раз между отдыхом. На бобрам. А, на себя, да? Так, ты скастовал, молодец. Таунтить как? 10% вскорбляющий жест. Ладно, давай, стойкость. Поехали. Только подойди поближе к нам. Давай, стойкость теперь. Атли на развороте пытается сделать так? Хорошо, ты бафнулся. Стоит ли броню... Там пробиваемая броня, наверное, стоит. Давай броньку. Грозу, бобер. Этот еле-еле, блин, кастует. Гроза пошла. Ой. По мне прилетело с 30-точком. Заточением едва задевая. Без эффекта, получается, да? Ну, короче, слабый урон пока. Хорошо. Так, теперь, бобер, пожалуйста, меточку. Я прошу тебя. Я прошу тебя, бобер. Давай. Это же метка, да? Это же метка. Так, армор поставил. Молодец. И меткость еще на всех. Ой, ну не на всех. Хотя не на всех, получается. Кастуй. Афиг, камер. Хорошо. На шажок вперед. Надо ставить этот факел уже. Знамя, короче говоря. После электрошоков. 10. Ёшки-матрешки. 10, 10, 11%. 44 рана. Давай могильный свой свет пока. 10! Господи, какая же ты не очень, да? Ничего не можешь, а? О, ты можешь закомбить. С повелителем огня. Высасывание. Зачем тебе высасывание-то, блин, этой? О, гром у нас хорошо зайдет. 44. Давай-ка. Без оглушения, но тем не менее. Так, точность повысили. Ну, что Атли будем делать? Наказание за точением он еще не скастовал. 61, вот уже, вот уже другое дело. Могильный свет на него не, не очень вообще заходит. Так, еще не поздно с предмета или закомбить? Предмета нет. Закомбить, да. Закомбить, чтобы время, скорость продвижения на сколько пациентов и уклонение парирования у него снизилось, что, наверное, важно. Что, наверное, важно. Давай, комбим. Комбим на Тим. Или на танка. И давай на тебя. Никто не перемещается, никто не ходит. Работаем. Пошла гроза. 10% ребят, 10%. 10%. И это там с бонусом поточь. Может, ты сожрешь что-нибудь? Не знаю. Твой от магии защищайся. Подруга. Ну, пробуй 10, что поделать-то. Уже 13. Хорошо. Это мы уклонение у него немножко сняли. Но расчет идет на бобра. На бобра. Причем надо сначала поставить бессмертного. А потому что урон. Нужно сейчас как раз, пока бафы действуют, выливать в него. Вливай, бобер. Вливай по полной программе. Ну и ты тоже можешь попадать. 72 уже. Ха! 29. 72. Работай. Он очень сильно замедлен. Давай еще пожрем что-нибудь, а? Давай гриб затаривай. Ты съела, молодец. Ты там, не знаю, защиту от магии тоже пропиваешь. Ой. Что случилось с тобой? Это на тебя так гриб подействовал, я не пойму. Что такое? Пробить его непросто. Так, этот был поставлен, да? 56. Слабенько. Давай лучше. Касание как 85. Во, давай. Ну работаем, ребят, работаем. О, 43. Пошло, поехало. Что еще можно сделать? Где у меня там бафы еще были? У меня в хиле были бафы. У меня были в хиле бафы у сапа. Который на КД. Не, еще есть скорость перезарядки. Давай-ка мы бобра подлечим, как будто... А что, бобер? Ну отстреляет он. Ну подлечи все равно. Давай, давай, давай. Опа, не туда. Отталкиваю, зачем ты, зачем? Тринадцать процентов пробить. Ё-моё. Тринадцать процентов, Карл. Тринадцать. Дай бурю клинков. Так, подлечил. Сейчас упреждение... Ну, то есть не упреждение, а перезарядка нам... Секунды, скорее всего, у бобра на каст сейчас идет. Две секунды. Михаил. Ой, пардон. Как две секунды-то? Я же жжал. Я же... Или на тебя оно действует? На тебя оно действует. Полезно. Ну, хотя ему тоже полезно, да. О, семьдесят семь, пятнадцать. Да изи убьем, ребят. Что нам стоит? Даже Атлет тринадцать процентов попало. Это... И она тут... А, это оттолкнет его опять. Может обойти и толкнуть его с другой стороны этого упыря. Да, давай. Вообще, надо подходить. Было лантрем. Уменьшая защиту. Это я накосячил. Уменьшая уклонение у него. Попало. Бобер попал, отлично. Работаем, ребят, работаем. Ты его с другой стороны подталкиваешь в нужном направлении правильным сплом. Он вообще что-нибудь делает, нет? Лантрем. Лантрем. Десять процентов. Двадцать семь. Нельзя сейчас ничего делать. Просто бей. Клинки пошли. Не оттолкнуло это подробно. Тебя осудит сама земля. Что он несет? Что он несет? Атли, видимо, не будет попадать. Этим с полами вообще никак. Проверяем откаты бутылок. Точно. Бобер главный попадает. Я на него и рассчитывал, в общем-то. Скоро закончится замедление. Он будет действовать значительно шустрее. Попадаем. Более-менее. Снимая страх из статы, вытягивая. Какой страх? У меня что, страх есть? Я не вижу вообще ни одного негативного на мне. Столько бафов положительных висит. Какой страх. Я его не боюсь. Бобер попадает. 42, 70, 37. И он как раз меня радует. Надо, наверное, сейчас попеть. 13 процентов. Не важно, что, да? 10 процентов. Нет, есть разница. Я могу пацанов немножко бафнуть. Ну так, на уклонение, на парирование. Ой-ой-ой-ой. Что-то здесь горит все. Критический урон. Волшебный огонь. Горят люди. Горят на работе. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад. Да, он просто будет периодически гореть, да? Ну ладно, отступил вроде. Фууу. 27. Ну, частично заклинания есть, которые даже у лиммингов, ну, что-то пробивают. Что-то как-то могут пробить. Может, есть все-таки комбо-способности у бабра какие-то мега полезные. Сколько камнем. Гробящий урон лесом идет. Свет могилы в основлении хп при уроне тоже лесом идет. Предметы только этот, который ничего не может. Есть еще обилки по репутации. Угроза. Стойкость, искусность, силы, щит, стихи очень хорошие. Ослабление глушения. А вот касание сушающего может зайти. Попалок. Промазал, кажется. Не, я не промазал. Так, я не буду тогда лантри ничего делать. Грязь какая. Сейчас. Сюда. И слушающий, касание, давай. Оп. О-о-о-о. Что это такое? Наказание бурей. О-о-о. Е-мое. Ну я фуловый пока живой. Спасибо, конечно, что живой. А часы-то еще работали. Надо поможет подойти. Капец, какая жара. Нужно что-то ауешное сразу придумать. Что у ауешное хиляющее. Ой, ауешное хиляющее есть только у... Хотя никому вообще дела нет на то, что у него происходит. О-о, генешар, 20%. Давай. Параподержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Миша, привет. Здравствуй. Наконец-то могу поддержать тебя с кошелька ГГ. Как дело? Нормально. Стоит ли начать смотреть записи ты раны или лучше подождать новой серии стримов по другой игре? Какие планы на Новый год? Будет ли что-нибудь эпичное от бобра? Планов на Новый год нет. Эпичное будет завтра Warcraft 4 на 4. Хэппи, Сокол, Абвер и Яна. Турнирчик 4 на 4. В Тирании, скорее всего, сегодня последняя часть. Ну, по крайней мере, это уже похоже на главного босса. Может быть, Кайрос, конечно, будет против. О, у меня почему-то вероятность увеличилась попадение по нему. Причем так значительно. Может, у него какие-то были... А, потому что я подошел с обилкой, видимо. Это оттолкнет. Надо попытаться вот так сделать. Салат. Но я не знаю. Что-то шума много, эффекта никакого у него. Рой. О, пошло-поехало. Заряжаем, заряжаем, ребята. Ну, конечно, ты тут с 10% своими отталкивание-то можешь. Ну что, как тебе, Тунан? Посудил? Правда, он почему-то подлечился, скажите. У него просто конское количество хп. Это больше похоже на правду. Так давай, может, все-таки какую-нибудь песенку споем. Водушевляющую. Еще разок. 70% давай. Ну. Что, больно? 63, 68, 69, 13? Не переживай, не переживай. Скоро это все закончится. Твоим мучением придет конец. Спала комбо-способность на уклонение. То есть я сейчас буду реже попадать. Увы. О-о-о-о. Ну там защита, знаете, смотрите на танка просто. Хотя на танка что смотреть? Ну да, у нее повыше 142 парирование, уклонение, защита от магии. Бобер тоже. 140, 190. Потому что две песни, всякие там бутыльки, защиты. Ну, сама, собственно, песня, как называется. То одно куплет и другое. Он не пробивает просто мс. Не очень. Ой, оттолкнули. Ой, бывает. Я девяточку обновим. 82, 34. Дальше будет больше урона. Главное попадать. Это ключевое. Даже Атли попадает. Какой молодец. Ой, 110 уже, да? Болеет. 99. Ну, сейчас уже на разнице в недостающем здоровье. Он долго не продержится, конечно же. Последнее наказание. Все? Изи. Третий трай. Максималочка. Без сейвов. А потому что что? Потому что А-БУ-ЗЕР. Ни черта не умеет. Ничего не читает. Невнимательно играет. Но почему-то побеждает. Что ты у нас скажешь? Ну? Поговорим? Ты! Ты научился многому за свой короткий век. 13 трансляций. Это чего? Убить одного из нас. Это не просто махнуть клинком. Или опустить молот. Есть законы владыки. И есть законы, которые управляют нашим естественным порядком. Боюсь, они часто расходятся. Да ладно. Я слишком много... Я слишком долго нарушал законы природы. Жизнь должна заканчиваться своим путем. И теперь наконец настало мое время. Помимо боли, вы слышите в голосе Тунана что-то похожее на удовлетворение. Кайрос уже близко. Движимая волей владыки к ярусам приближается армия, которое быстрее и опаснее опальных и алого хора вместе взятых. Ты зря здесь стараешься. Тебе не остановить это продвижение. Тунан вздымает руки вверх и смотрит на потолок своего суда. Вспышка магической энергии и Архонта больше нет. О, ачивка. Повержены сильные в битве. Марионетки Кайроса больше нет. Атли торжествующий бьет посохом по земле. Это великая символическая победа. Мы разбили публичный облик законной и справедливой власти Кайроса. Все закавычено. Над ярусами. Этот день запомнят как день освобождения. Если бы ты сказал мне сегодня утром, что мы уничтожим самого старого из живущих Архонтов, я бы подумал, что ты сошел с ума. Рукаландрик, который он зарисовывает на листе пергамента остатки Архонта правосудия, движется с поспешной возбужденностью. Уверен, он не мог бы представить, что его прикончит один из его собственных вершителей судеб. Его погибель послужит основой одной из самых изумительных глав Хроник. Это невероятный вершитель. Мы только что уничтожили личного судью и палача Кайроса. Если в твоей силе были какие-то сомнения, то теперь их нет. Вот, запомните эту фразу. Если до этого в моей силе были какие-то сомнения, то теперь их быть не должно. Могущество. Вы чувствуете энергию? Вы увеличили мощь на 300. 300? Возвращение... Оооо! Лик правосудия. При критическом попадании в противники разъедающий урон. Плюс 22. Это как? Это типа резисты по разъедающему убирает? Ну или увеличивает? Суждение Архонта. Приговаривая врага, замораживая его в цельной глыбы льда. Ага. В этом состоянии противник не может предпринимать никаких действий. Сила этого воздействия возрастает с известностью ликоправосудия. Это... Это бобру. На морду. И власть закона. Двуручное оружие. Волшебный посох. Невосприимчивость к ослеплению. Защита воли 10%. Без обилки. Молоток Тунана тяжелее, чем кажется на вид. Должен быть адюдикатор обладал он недюжей силой, раз мог держать его. Ясно. Восстановление еще какое-то конское вообще. Но судья, типа, знаете, вершитель не может... Не восприимчив к ослеплению. Это важное качество для... Хотя наоборот. Это ж богиня правосудия. Как об этом? Которая в суде используется. Она же с завязанными глазами. Типа беспристрастная. Так что пример неверный. Куда-то мне в какой шпиль нужен. В центральный, наверное, да? Который светится. Армии на севере. Вам стало известно, что Кайрос перешел от угроз к действиям. Армии с севера идут войной. И у них только одна цель. Стереть ярусы с лица Терратуса. К счастью, в шпиле в колодце Вендриенов есть резонатор. С его помощью можно провозгласить Эдикт и помешать Северной Империи. Победа еще может остаться за вами. Вернитесь в шпиль в колодце Вендриенов. Там вы сможете провозгласить Эдикт, чтобы отразить нападение армии Северного Королевства. А может, Кайрос хорошая? Может, все это мутилтунен? Ладно, я в шпиль. Это посох. Да, я сразу сказал, что это посох. Просто у него КД, короче, он в два раза уменьшит скорость прочтения заклинаний. Я не восприимчиваюсь к ослеплению, как у Траглодитов. Да, да, да. Пыщ. Сразу к делу. Волны энергии, исходящие от шпиля, притягивают вас, сжимают в тесных объятиях и тело, и разум. В самом центре этого потока стоит резонатор, готовый усилить ваш голос, разнести ваши приказы до самых дальних уголков ярусов и за их пределы. Отсюда, с наивысшей точки всего полуострова, вы бы могли, приложив к этому все силы, дотянуться своей волей до Крайнего Севера за пределы ярусов и провозгласить свой эдикт, хоть в самой Северной Империи. Так. Повернуться к спутникам. Полагаю, это станет объявлением войны. Владыки, вы готовы? Повернуться к спутникам, какие-то просьбы будут прикоснуться, просто сосредоточиться, пробормотать полголоса, это фигня. Короче, первый или второй. Вы готовы? Короче, уверены, уверены. Атли, верность 4. Я так и знала, что мы будем сражаться за колодец Вендриенов, но думала, мы все погибнем ужасной смертью. Кто бы мог предсказать тогда, что нашим спасителем станет Архонт Ярусов? А теперь, не хочешь ли продемонстрировать Владыке свою магию? Мне так не терпится, что я аж мокрый вся. Лан, Треверность 3. Мы все сейчас делаем шаг в неведомое. Ты станешь первым, кто нанесет удар напрямую по Владыке. Постарайся не промахнуться. Надеюсь, ты не против, если я постою у тебя за спиной и буду вести записи. Прошу тебя, продолжай. Сирин. Ты совершил великие деяния, и это перевело тебя сюда. Только представь, каких высот ты можешь достичь, если пойдешь еще дальше. Покажи Кайросу, как мы обходимся с тиранами. Я буду рядом. Я хочу это видеть. Если я не покажу сейчас Кайросу, что мой первый эдикт не был случайностью, и что я могу раз за разом никогда не прекратить на меня нападать. Это будет первый удар. Может, Ярус потом завоюет империю. Будет промолчать. Давай, вперед. Лантри. Хм, это будет ответ, который запомнится на века. Если бы такое решил я, мы бы спорили, как лучше, пока войска Кайросу не оказались бы у нас на пороге. Так что лучше поторопись. Он кибает, указывая на резонатор по центру шпиля. Шпиль ожидает вашего приказа. Выберите область. Северную землю вот сюда вот. А другую нельзя. Ну, у меня диктов. Неизвестные дикты. Минус восприятие, минус к точности. Мне бы бонус к точности. Ко всем навыкам категории магии тоже точность повысит. Правление молниями, молнии повысит. Да, и к управлению молниями. 25. Такой бонус по точности. Работаем. Что произошло? Убили Аша, убили Марка, убили Тунана. И пришли отбивать на свой самый-самый высокий шпиль атаку с севера от Кайроса. Эпичность зашкаливает просто. Три ачивки. Победа Хаоса. Ак 3. Железная победа. Победа проклятых. Провозгласив эдикт бурь, вы повергли в хаос северную столицу. Ветра яростно завывают и подхватывают в воздух застегнутых врасплох горожан, бешеных крутя и кидая в развалины рухнувшись зданий. Временные лагеря принимают к себе беженцев из города, жить в котором сделалось невозможно. Каждый выживший задает один и тот же вопрос. Почему владыка допустил нечто подобное? В северном королевстве восстарился хаос. Армии, отправившиеся в поход на Ярусы, получили беспрецедентный приказ. Они должны отступить к столице и защищать ее от жителей Эдикта. В первый раз за время великого завивания армии Кайроса стали отступать. Вскоре по землям шепотом стали распространяться толки о том, какой ужасающей должна была быть новая сила, что вынудила владыку на такой ход. Вы выполнили указ Кайроса, и всеми ярусами теперь правит один архонт. Ваши бывшие враги покорились или погибли, и гражданская война подошла к концу. Ни один из архонтов не сумел впечатать вас своими ус... впечатлить вас своими усилиями или завоевать вашу преданность. Как только вам предоставилась возможность действовать, вы пошли наперекор полученным приказам и сосредоточили власть в собственных руках. Уничтожив обоих, осмелившихся вам противостоять архонтов, трех можно сказать, четырех даже, вы провозгласили ярусы отдельным владением, независимым от Северной Империи. Ослепленные гордыней опальные даже подумать не могли, что способны проиграть, особенно таким недисциплинированным на первый взгляд противникам. Последние солдат легиона покидают свои посты. Их генерал мертв, их честь запятнана несмываемым позором. В безвестность их провожает град устремленных вслед колких и ядовитых насмешек. Алый хор был поистине огромен, однако это не помешало вам положить ему конец. Достаточно было отрубить голову змее, чтобы ватаги сгинули в хаосе, который они породили сами. Преступление остатков орды, которое стало не за что воевать, оказывается неописуемо кошмарным. Вести о ваших успехах распространяются далеко за пределы ярусов. Даже в самых дальних уголках империи шепчутся о вершителе судеб, ставшем архонтом и положившем конец завоеванию, чтобы подарить опустошенной земле новое будущее. Без авторитета архонтов, которые принуждали мир исполнять волю владыки, неудавшиеся завоевания раздувают пожар революции. Соперничающие фракции борются друг с другом за власть. Непрекращающийся конфликт становится частью повседневной жизни. Каждая из групп утверждает, что именно она сможет возродить ярусы и вернуть им былое величие. Эдикт камня продолжает терзать каменное море, выпивая его волшебную силу и с каждым прошедшим днем превращая землю во все более изощренные ловушки. Все следы бывшего королевства в лазуре исчезают, пока в памяти людей не остается только его название. Наполовину мертвый и страдающий Кайрон продолжает сотрясать опоры каменного моря, со временем вынуждая последних людей покинуть эти земли. Камнепыты становятся сильнее, используя в своих примитивных чарах наполненные магией кристаллы. Отказавшись развеивать Эдикт камня, отказавшись развеивать Эдикт камня, вы позволили камнепытам создать собственное государство. Зверолюды рады возможности хранить свои обычаи без вмешательства людей, в их дела. Племя растет, принимая в свои ряды сильных и изгоняя слабых, тем самым обеспечивая себе процветание. Камнепыты наращивают силы, используя для своих заклинаний насыщенные магические энергии кристаллы. Гибель Радикса становится для опальных тяжелым ударом. Без поддержки гильдии чародеев легион теряет свое преимущество и начинает нести в сражениях большие потери. Захватив твердыни часовых, вы снискали мировую известность и славу. Ваше имя звучит снова и снова, и люди называют вас освободителем самой знаменитой крепости королевства. Тот факт, что вы схватили ее из тщеславия, а не ради... А, да, да, из тщеславия. А не ради тактического преимущества даже не ускользнул... Также не ускользнул от взгляда ваших недругов, которые не стесняются упоминать об этом по поводу и без. Хм. Чтобы... Ну, мы к этому привыкли уже. Чтобы спасти свое дитя, Амелия отреклась от престола оплота. У нее не осталось союзникам, которые помогали бы ей сделать хоть что-то. Поэтому она прижимает младенца к груди и отправляется на поиски тихой гавани, где не грохочет война, и никто не задает ненужных вопросов. Если понадобится, она готова отдать жизнь, чтобы сохранить свою хрупкую ношу. Чтобы залечить оставленные диктом бурраны, потребуется много времени. Но могила клинков постепенно начинает обретать прежний облик. Королевство оплот вряд ли сумеет вернуть утраченную славу, но его обитатели могут построить на костях прошлого что-нибудь новое. Погибший регент не оставил потомков, а значит, ничто не мешает появлению новых обычаев и традиций. По указанию Бледен Марка, вы пробились через силы Алого Хора, захватившие контроль над Виленивой цитаделью. И нашли путь к безмолвному архиву. Забрав его из здания, вы смогли закончить Эдикт Огня, как Повелитель Огня, а также приобрести артефакт огромной мощи. Так себе артефакт. Заняв Виленивой цитадель для себя, вы поступили с хранилищем знания не лучше, чем книгачей прошлого. Заградили его от достойных исследователей и широкого круга читателей, которые могли бы извлечь пользу из самых острых моментов истории. Вы решили погрузиться в глубины самых редких собраний библиотеки, намереваясь добраться до секретов, не предназначенных для любопытных глаз. Книгачей разбрелись по ярусам и пытаются продолжить исследования, но потеря Виленивой цитадели оказалась чересчур сильным ударом. Маги и песцы оставляют свои пристанища в поисках нового дома, чтобы начать труд с самого начала, позаботившись о том, чтобы накопленные знания никогда больше не угодили в чужие руки. Забрав шлем Магоборца из распутия Литианы, вы оставили город беззащитным перед погибелем. Да ладно, я их прикрывал, алло! Заполонившим его окрестности! Как только его уязвимость стала очевидна, волны погибели, захлестнули распутия и перебили большинство обитателей поселения. Надо было шлем вернуть, я все равно им не пользовался. Погибели это кто? Это никто. И многочисленные уцелевшие жители оставили город на растерзание чудовищем, чтобы никогда больше не возвращаться. Вы оставили главу с кованых горном в живых, поскольку ее жизнь не влияла на ваши глобальные планы. После смерти аж и угасания опальных с кованой горном также слабеют, лишившись основного заказчика. Когда со временем их число уменьшается до горстки опытных кузнецов, принимающих заказы только от очень богатых людей. Да, много крыс в концертах. Огласив Эдикт на территории колодца Вендриенов, вы объявили о своей силе всему миру и показали войскам Кайроса, на что вы способны. Когда вы победили их командир и разгромили наступающую против вас армию, вы дали понять Кайросу, что появился новый Архонт. Эдикт рассеялся, но его воздействие останется в истории навсегда, как первая настоящая угроза правлению Кайроса. Гибель Грэвена аж хороший диет. Становится приговором для его опальных. Без одобрения и поддержки великого генерала солдаты легиона овладевает унынием. Место Архонта остается пустым, и офицеры часто и жарко спорят о том, нужно ли им назначить преемника. Северная Империя оплакивает смерть своего погибшего сына, невзирая на то, что тело его далеко на чужбине. Смерть голосов Нерата влечет за собой радость и торжество. Прострадавшие от рук хористов люди смеются и пляшут на всем континенте, отмечая гибель величайшего паразита за всю историю человечества. Но даже после победы вы не можете отогнать от себя неприятную мысль. Голоса Нерата умер в ваших глазах, но вы уверены, что вряд ли так легко от него отделаетесь. Ну да, они же звучали после смерти в голове. Гибель Адзюдикатора Тунона влечет за собой хаос, едва не захлестнувший город бастард. Поддержание мира и создание новой правовой системы отнимет у вас все время и силы. Наконец, вам удается переложить большую часть обязанностей на плечи новых обученных вами вершителей судеб, которые помогают нести эту ношу и худо-бедно замещают с собой сгинувшего Архонта. Ох, Бледен Марк, он красавчик какой. Со смертью Бледена Марка мир лишился лучшего убийцы. Вы не слишком горюете о том, что теперь матерям будет неким пугать непослушных детей, но все равно чувствуете на себе его взгляд из темных углов опустевших комнат. Тень Бледена Марка будет преследовать вас до самой смерти. Смерть, это же Барик. Смерть Грэвена Аш превращает Барика в бледное подобие самого себя. Какое-то время он еще следует за вами. Не, не следует, я его от него... Что это за... Понаписали тут? Это надо... Лантри... Что он тут? Все соглашаются, что под железной скорлупой не осталось ничего. В какой-то момент он покидает вас, не говоря ни слова, и остается стоять на перекрестке, пока ржавчина не прокрывает его доспехи и не превращает в неподвижную статую. Красивая история. Ну, с ним тоже же линия, там, диалоги, взаимодействие с другими персонажами. О, Фуга! После вашего завоевания наступил относительный мир, и Фуга почти сразу оказалась не при делах. Она возвращается к бродячему образу жизни и разыскивает девушек в захолустных деревнях и городах, обучая искусству на живого боя самых многообещающих кандидаток. Да. У нее много учениц, и в конце концов она следует примеру голосов Нерата и собирает из них личную армию, бездушное сестричество, наверное. Фуга оказывается строгой и требовательной ставницей, и вы часто прибегаете к ее услугам. Каким? Там, а, у нее много сестер, да, нормально. Когда возникает необходимость пролить чью-то кровь, она никогда не отказывается от работы. Хорошо. Лаантри. Лаантри. Лаантри продолжает сопровождать вас в заносях в хронике каждый ваш шаг и каждое достижение. В своем стремлении не упустить ничего, он закрывает глаза даже на свой почтенный возраст, и вы продолжаете постигать тайны этого мира вместе с ним. Вы делаете вид, что не замечаете, как сильно его гнетет груз с прожитых лет, но все чаще-чаще останавливаетесь на полусловии, чтобы позволить его перу угнаться за вами. Он разгадал вашу хитрость, но принимает ее с молчаливой благодарностью. Атли. Ах. Атли остается с вами, выискивая подающих надежды учеников среди ваших соратников. Набрав достаточное количество многообещающих юношей и девушек, она закладывает основы новой гильдии заклинателей приливов. Это чисто ее школа, ну в смысле, да, специализация. Она часто шутит, что без ее руководства школа развалится, но ученики не разделяют пессимизма своей наставницы. Что уж говорить о дюжине кандидатов, которые умоляют ее принять их в обучении. Смерть из тени не проявляет интереса к попыткам возродить ярусы после вашей победы. Вместо этого она принимается выслеживать уцелевших в стране солдат опальных. До вас часто доходят вести о жестоких убийствах и исчезновениях офицеров из армии Кайроса, в которых винят огромное кровожадное чудовище. При желании вы могли бы отыскать покинувшую вас спутницу, но вы позволяете ей продолжить кровавую жатву. Трудно сказать из страха перед ней или из уважения. Какой страх? Мы ее как только встретили сразу же. Сирин! Да! Сирин становится все молчаливее и молчаливее. Она не разговаривает и не поет, стараясь избегать вашего общества и общества сопровождающих вас солдат. Однажды она просто уходит из лагеря прямо в дикие земли. Постепенно до вас доходят слухи, что Сирин поселилась в заброшенном горном храме и перенесла обет молчания. Собрав небольшую группу верных последователей, вы не осмеливаетесь возразить. У нее тут и поза такая. Ну, на самом деле, это скорее всего с возрастом у нее, с опытом прошло. То есть, она архонт, мега талантливый, который воодушевляет, вдохновляет, очаровывает своим голосом и очень легко манипулирует этим. Ну, то есть, людьми манипулирует. И, возможно, как раз именно опыт и мудрость и привели ее к осознанию, что с ее силой, с ее слишком высоко искушение, короче говоря. Поэтому обет молчания, хотя голос у нее прекрасный. Она же в шлеме снять не может и все хорошо было бы. В смысле, что хорошо? Оказавшись от своего высокого поста в армии владыки, вы позволили ярусам самостоятельно решать свою судьбу. Их будущее больше не зависит от чужой воли или идеи неизвестного им чужеземного правителя. Кайрос неизбежно ответит на брошенный ему вызов, но вы будете готовы дать отпор. Это всего лишь вопрос времени. Бессоюзникам ветра на верхушке шпиля кажется еще холоднее, чем раньше. Вы дожидаетесь неминуемого наступления войск Кайроса и вспоминаете все решения, которые в конце концов перевели вас сюда. Вы не смогли отыскать в ярусах друзей, но эта земля все равно стала вашим новым домом. У меня были друзья. Прошел. Прошел с третьего трая. Можно сказать со второго. Ну, треть последней игры она, конечно, простая из-за магов. Ну что, я поздравляю вас с окончанием этой непростой серии трансляций, с большим количеством текстов, с статичной картинкой, местами, особенно в самом начале, когда пауза, 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 каждую долю секунды пауза, 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 иначе не выжить. И для того, чтобы как-то разрядить обстановку, еще разок сообщаю, что завтра третьего числа будет турнир 4х4, приходите вечерком где-то часов 5 вечера или в 6, будут играть Хэппи, Аббер, Сокол и Майкер на турнире в весном 4х4, а послезавтра, ну или там в следующий раз, когда будет стрим, я планирую начать Doom. Экшен, графон, никакого текста, главный герой вообще молчит, и это будет отличный контраст. Посмотрим, не различился ли я стрелять еще. А на сегодня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра. А, спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что болели. Третий трай, Макс-сложность без сейвов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!